Тим Миллер Эта книга посвящена моим друзьям, семье и читателям, которые всегда были рядом и поддерживали меня за все время, что я пишу. Можете валить в ад, а я поеду в Техас. Дэви Крокет Робби ненавидел это шоссе. Оно пролегало между Сан-Антонио и Эль-Пасо, самый длинный отрезок дороги за всю их поездку в Калифорнию и обратно. Сотни миль и никаких признаков жизни, даже сотовый телефон здесь почти не ловил. Работала только радиостанция, расположенная бог знает где, и на ней гоняли мерзкие ток-шоу. Наверное, как и всякий житель Сан-Антонио, Робби был весьма либеральным. Но если бы он только смог добраться до этих клоунов на радио, то врезал бы им, не задумываясь. Рады снова видеть вас на техасской волне. Берт, до рекламной паузы вы рассказывали, как подрались со спиками в городе. Точно. Не скажу, что в Эль-Пасо нет таких спиков, но эти были непростыми отморозками. У них были банданы на головах, а у одного нож с выкидным лезвием. Сукин сын хотел ободрать меня до нитки. Ссылка. Спик – презрительное прозвище латиноамериканцев и мексиканцев в США. Плохо, Берт, но ты наверняка смог выпутаться из этой ситуации. Они тебя ограбили? Черт, да конечно нет. Со мной был мой коль 1911 года. Я вытащил своего плохиша и взвел курок. Видели бы вы, как эти мексикашки убегали. Их словно позвали в Такобелл. Ха-ха-ха. Отлично. Говорю тебе, Берт, наше правительство позволяет спикам и прочим пидорам захватывать нашу страну. Никогда не думал, что такое будет происходить в нашем великом государстве. А есть что-нибудь другое? Раздался голос Дианы с пассажирского сидения. Четверо человек было не так много для джипа Ранглера, но в нем чертовски сильно трясло. Здесь это единственная станция. А спутникового радио у тебя нет, Нил Диана? Нет, у меня только диски. Нет, закричали все хором. В дорогу Робби взял четыре компакт-диска. Первые два содержали сорок песен, которые за три года уже всем приелись. На двух других была музыка Техано. Из всех присутствующих она нравилась только Робби. Ссылка. Техано. Название различных форм народной и популярной музыки, возникших в среде мексикана американского населения Центрального и Северного Техаса. «Просто выруби», – сказала Мистия девушка Хорхе и повернула выключатель. «О, ну давайте, что вы за мексиканцы?» – спросил Робби. «Мексиканцы, которые не любят этого дерьма», – раздался с заднего сидения голос Хорхе. «Кроме шуток», – сказала Диана. Он начал слушать это несколько месяцев назад, решил приобщиться к своим корням. «Как бы то ни было», – сказал Робби. «Кстати, а где мы?» – спросила Диана. «Где-то между Эль-Пасо и Сан-Антонио. Еще долго ехать, прежде чем мы найдем что-нибудь», – сказал Робби. «О, а вон там домик проехали?» – спросил Хорхе, указывая на окно. «И как они сюда добираются?» «Зачем тебе это?» «Хочешь их навестить?» – сказала Диана. «Ни в коем случае. Меня бесят эти места. Это какой-то блин, и у холмов есть глаза». «Это еще что?» – спросила Диана. «Да неважно», – сказал Хорхе. «Хватит меня уже пугать», – сказала Диана. «Черт, да никто тебя не пугает». «Расслабьтесь уже, а то мельц фигню, как попугай», – сказала Мистик. «Понятно, что всем охота домой. Эта поездка выматывает». «Уже слышала», – сказала Диана. «Хорхе, за руль сядешь?» – спросил Робби. «Не вопрос». Робби свернул на обочину и вылез из машины. Он забыл, что сидел в джипе с кондиционером. Стоило ему выйти, как в легкий молотом ударил горячий влажный воздух. На мгновение у него перехватило дыхание. Хорхе спрыгнул с заднего сидения джипа, вышел на траву у обочины и начал мочиться. «Боже, чувак, ты что, не можешь дотерпеть до заправки?» – спросил Робби. «Это место ничуть не хуже других. У меня мочевой пузырь вот-вот лопнет». «Да-да», – сказал Робби. Мистик и Диана тоже вышли, чтобы размять ноги. Диана держала в руках мобильник и играла на нем. «Вот зараза, я уже несколько часов не могу проверить свою страничку на Фейсбуке». «Не дай бог, тебе нужно говорить с людьми», – сказал Робби, разведя руками. «Заткнись, придурок», – сказала она и убрала телефон. Робби прижал ее к себе и поцеловал. «Вы двое, залезайте уже», – крикнул Мистик. «Я на переднем сидении». «Хорошо, сиди», – сказала Диана. Все залезли в джип и заняли свои места. Хорхе пристегнулся и выехал обратно на шоссе. Глава вторая. Джип мчался по дороге. Робби и Диана уснули на заднем сиденье. «Боже, ты посмотри на них, они такие милые», – сказала Мистик. «Так прижались друг к другу». «Да-да, просто миляги», – сказал Хорхе. «Замолчи, ты тоже можешь быть милым. Просто пытаешься вести себя, как Чоло». «Ссылка. Чоло – жаргонное наименование членов подростковой уличной банды в Мексике». «Всем не менее». Их разговор прервал раздавшийся позади вой сирены. В зеркале заднего вида Хорхе увидел полицейскую машину с горящей мигалкой и включенной сиреной. «Почему копы хотят нас остановить? Ты превысил скорость?» – спросила Мистик. «Нет, я не превышал», – ответил он и свернул на обочину. Полицейская машина остановилась позади них. Хорхе увидел старый «Шевроле Кэприс» с угловатым кузовом. В последний раз Хорхе видел такую полицейскую машину в детстве. Офицер подошел к джипу. Хорхе достал права и документы на машину. На заднем сидении проснулись Диана и Робби. «Права и документы на машину, сэр», – сказал полицейский. «Высокий худощавый мужчина в ковбойской шляпе и солнцезащитных очках». «Вот они, сэр», – сказал Хорхе и протянул ему бумаги. «В чем проблема? Я вроде скорость не превышал». Полицейский ничего не ответил. Он отошел к своей машине и сел внутрь. «Что это значит, черт возьми?» – спросил Хорхе. «Чувак даже на мой вопрос не ответил». «Может, у тебя неоплаченные штрафы?» «Да пошел ты, если только твои!» – ответил Хорхе. Через несколько минут подъехала еще одна полицейская машина. «Какого черта здесь творится?» – возмущался Хорхе. Теперь к джипу направились двое полицейских с винтовками на готове. Высокий заходил со стороны водителя, а новоприбывший – со стороны пассажира. Когда до машины осталось несколько шагов, Высокий полицейский крикнул. «Сэр, бросьте ключи из окна! Сейчас же!» «Офицер!» – сказал Хорхе. «Что за...» Полицейский выстрелил в воздух. «Это последнее предупреждение! Бросьте ключи из машины!» «Черт, на, держи!» – сказал Хорхе и выбросил ключи. «Теперь выходите из машины с поднятыми руками! Все по одному!» – скомандовал он. «Сначала вышел Хорхе, потом Диана, затем Робби и Мисти. Они выстроились вдоль дороги с поднятыми руками. «А теперь ложитесь на землю лицом вниз, руки по сторонам!» Они сделали, как он сказал. Земля была горячей. Хорхе осторожно лег на нее, стараясь не касаться ладонями раскаленного асфальта. Люди действительно обжигали босые ноги, идя по этой пустыне. Лежа лицом вниз, Хорхе старался не касаться им земли. Руки он держал слегка приподнятыми. Кожу жгло сквозь рубашку. Обнаженные колени горели огнем. «Какого черта здесь происходит?» – спросил Робби. «Ерунда какая-то», – прошептала Диана. «А ну заткнулись, бля!» – рявкнул высокий полицейский. Вместе с напарником они надели на всех наручники. «За что вы нас арестовываете? Мы же ничего не сделали!» «Вы арестованы за то, что вы банда чужаков-нелегалов. Именем правительства США и штата Техас я помещаю вас под арест!» «Чушь собачья!» – сказал Робби. «Мы нелегалы! Мы студенты Техасского университета! Я родился в Санто...» До того, как он успел закончить, молчавший полицейский, который был ниже и моложе высокого, сильно пнул Робби под ребра. Юноша захрипел и перевернулся на бок. «Я велел вам всем заткнуться! Я здесь главный! Вы едете через мой город и должны соблюдать мои правила! Я закон на этой земле! Я шериф Том Каттер!» – заорал высокий. Полицейские затащили Робби и Хорхе на заднее сиденье машины Каттера. Другой офицер забрал девушек. «Шериф!» – сказал Хорхе. «Робби правду сказал. Мы нелегалы, мы граждане США, мы просто латиноамериканцы!» «Что ты в лес сказал?» «Сынок, ты быстро поймешь, как тут дела делаются. Я думал, что твоему приятелю хватило, но похоже, что нет!» «Сэр, у нас есть права, знаете, конституция!» – продолжал Хорхе. Шериф достал большой револьвер и приставил его к колбу Хорхе. «Вот конституция, о которой тебе нужно думать, сынок!» «Понял!» – Хорхе кивнул, стараясь не смотреть в огромное дуло. «Скажи мне, что ты понял!» – сказал Шериф. «Понял, сэр!» – прошептал Хорхе. «Хорошо, а теперь можем заняться делом!» «Эй, Шериф!» – позвал его другой полицейский. «Если что, я буду держаться позади, позабавлюсь с девчонками. Подожди меня, пока я им полакомлюсь!» «Эй, веди себя нормально! Доставь их в участок! Я буду держаться позади тебя! Сделаем, как я сказал! Слышал?» «Да, сэр!» Машина помощника Шерифа тронулась. Хорхе видел Диану на заднем сиденье. Он старался убедить себя, что все будет в порядке, но громкий голос в его голове твердил, что кошмар только начинается. «Эй, Шериф!» 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 Глава 3. Полицейские машины свернули шоссе на дорогу, покрытую гранью. Девушек трясло на заднем сидении. Они ехали по каменистой территории. В салоне было жарко, пахло говном и рвотой. Зим Бог знал, что или кого тут возили. Грунтовая дорога змеей уползала все дальше от шоссе. Она постепенно приближалась к горам и скалам. Уже миновали несколько холмов и сделали большой крюк. Когда Мисти посмотрела назад, шоссе уже не было видно. Только машина шерифа мелькала позади. Офицер, а куда мы едем? Там есть тюрьма? Спросила она. А, можно и так сказать, дорогуша, ответил он и засмеялся. Тут, наверное, какая-то ошибка. Мы не нелегалы. И, кроме того, разве не пограничный патруль арестовывает нелегалов? Разве этим не местная полиция занимается? Как насчет того, чтобы заткнуть свой вафельник, сучка? А то я наполню его тем, что тебе совсем не понравится, сказал помощник шерифа. Мисти и Диана переглянулись. Машина продолжала петлять между горами. Спустя, как им показалось, несколько часов, они приехали в странное место, напоминающее маленький городок. Большинство жилищ выглядели очень старыми и обветшалыми. Всего несколько дюжин лачуг, разбросанных по всей территории. Девушки видели дорогу позади, но... Помощник шерифа припарковал машину рядом с самым большим зданием и вылез наружу. Шериф остановился прямо за ним. Помощник открыл дверь, схватил Мисти за волосы и вытащил из машины. «Ой, ты придурок! Больно! Какого черта?» – кричала она. «Говорю тебе, сучка, мы с тобой не один раз повеселимся, прежде чем это закончится. Это тебе гарантирую!» «Ты же ведь, твою мать, не коп, так?» – усмехнулась она. Помощник шерифу ударил ее тыльной стороной руки по лицу. Голова Мисти дернулась в сторону, девушка почувствовала сильную боль. Во рту появился привкус крови. Она посмотрела на него, помощник не спускал с нее глаз. «Хватит страдать херней, Элвис!» – крикнул шериф. «Элвис?» – спросила Мисти. «Тебя зовут помощник Элвис? Черт возьми, круто!» Она рассмеялась. Полицейский как раз вытаскивал из машины Диану. Та смотрела на Мисти как на сумасшедшую. Элвис выхватил дубинку и набросился на Мисти. «Чертого сука! Я же велел тебе заткнуться! Придется провести задержание!» Он взмахнул дубинкой и ударил ее в верхнюю часть бедра. Мисти вскрикнула и повалилась на землю. «Теперь не смеешься, да?» «Элвис, прекрати это дерьмо!» – крикнул шериф. «У нас еще будет время сломать эту суку!» Он вытащил из машины парней. «Я хочу приберечь это для себя. Кажется, я ей понравился!» – сказал Элвис. «Меня это не колышет! Давай-ка займемся этими ребятами!» – сказал шериф и подвел парней к девушкам. Все они выглядели смущенными и напуганными. «Ну что ж, неплохой улов, я бы сказал!» «И кому они достанутся?» – спросил Элвис. «Доку нужен парень. Думаю, ему подойдет вот этот!» – сказал шериф, указав на Робби. «Я задолжал Рою девушку, так что он получит вот эту. Кажется, ее хорошенько выдрессировали!» Который указал на Диану. «Ну да, а этот болтун понравится гильдии!» – он указал на Хорхе. «А эту отведи к Баку, если захочет. Его последняя долго не прожила. Если не захочет, получишь ее!» «Чертов Бак, он все время бухает! Почему ты его снабжаешь?» – спросил Элвис. «Потому что он платит!» «А теперь пошли!» – скомандовал Каттер. Элвис взял на себя Хорхе и Мисти и подтолкнул их дубинкой. «Что за хуйня? Вы нас продаете, что ли?» «Просто пойдем с ними. Может, другие жители более адекватные!» – сказал Хорхе Мисти. «Ха-ха-ха! Ты не знаешь старую гильду! Она вся один большой неадекват! Ты отлично проведешь время, будь уверен!» Хорхе посмотрел на Мисти таким взглядом, словно его вот-вот вырвет. «У вас есть два пути. Либо осознать, что это ваша новая жизнь и смириться, или продолжать бороться и сучиться, как вы до этого делали, и прожить остаток своих жалких жизней в боли и страданиях. Все зависит от вас». «А что это за место?» – спросила Мисти. «Это какой-то городок? А где здесь выезд?» «Черт, ты права, девчонка! Ты теперь в городке ад! Ад! Штат Техас!» «Техас!» Глава четвертая Шериф Каттер шел с Робби и Дианой По улицам Тихого Городка Что вы вообще с нами делаете? Спросил Робби Скоро увидишь Тебе предстоит встретиться с доком У него есть лекарство, которое заткнет твою пасть Сынок Дай мне только избавиться от наручников, пидор Я тебе так отпижу Каттер выхватил дубинку и ударил Робби по затылку Не так сильно, чтобы свалить его с ног Просто заострить внимание Ах ты сучок, воскрикнул Робби Если не заткнешься, я тебе все зубы вышибу Понял, сказал Каттер Робби что-то тихо пробормотал Прошу вас, шериф, сказала Диана Вы не сделали ничего плохого Никому не причинили вреда, ну пожалуйста Вы причинили вред США, когда приехали в эту страну Сказал Каттер Я здесь родилась Мои дедушка и бабушка приехали сюда много лет назад Вот именно А им следовало оставаться по ту сторону границы Нам тут не нужны те, кто носит сомбреро и жрет буррито Это божья страна, а мы богоизбранный народ Вот мы и пришли Они остановились возле длинного железного дома Или это была просто хижина, обшитая квонсатом Милый домик, сказал Робби Интересно, сколько стоит листь металла в местном отделении Хоум Депот? Ссылка Хоум Депот Американская торговая сеть Крупнейшая на планете Которая торгует инструментами для ремонта и стройматериалами Каттер проигнорировал его вопрос И несколько раз постучал в дверь Дверь открыл мужчина в ковбойской шляпе и рабочей рубашке По возрасту он годился в отцы Диане Рой, вот девка, что я тебе задолжал Это подойдет? Спросил Каттер Рой осмотрел ее с головы до ног М-м-м, да, симпатичная Немного полненькая, но, сказал Рой У меня только задница толстая Сказала Диана И это было первое, на что она пожаловалась Ну, что ж, я ей займусь У меня есть свой комплект ключей от наручников Я тебе его отдам позже Без проблем, только не забудь Спасибо, шериф Вы отлично справляетесь, сказал Рой Он взял Диану за руку и повел ее в дом Трогай меня, крикнула она Оставь ее, ты ублюдок, крикнул Робби Увидев, что этот старикан уводит девушку, он пришел в ярость Робби бросился на Роя, он прижал его плечом к стене дома А Каттер ударил парня дубинкой в подколенный сгиб Робби упал на землю Заводи ее, сказал Каттер Этого док заберет Ха-ха, отлично Док хорошо о нем позаботится, сказал Рой Он затащил Диану внутрь и закрыл дверь Каттер поднял Робби на ноги и ткнул дубинкой в спину Не волнуйся, Педро Мы почти пришли Меня, блядь, не Педро зовут Тебя будут звать так, как я скажу Сказал Каттер Они прошли еще один квартал или около того Пока не подошли к месту, напоминающему большую ферму Каттер постучал в большую раздвижную дверь Через несколько секунд она открылась На пороге стоял низкорослый парень, почти подросток Привет, Клит, док дома, спросил Каттер Ога, входите Парнишка отошел в сторону, пропуская их внутрь Робби остановился, осматривая помещение Что это за херня В центре большой комнаты располагалось нечто вроде операционной Яркие лампы, под ними операционный стол, окруженный различными инструментами Вдоль стен стояло множество клеток Там сидели существа, похожие на людей Или когда-то бывшие людьми У одних отсутствовали конечности, у других глаза У некоторых туго зашиты рты Что за черт, сказал Робби Эти твари живые? Конечно, док гений, ему бы Нобелевскую премию выдать К ним подошел человек в хирургическом халате и кепке У него была длинная черная борода и очки на глазах Шериф, какой приятный сюрприз, сказал док О, он симпатичный, сильный, как раз такого я и искал Отлично, док, я сразу понял, что он тебе идеально подойдет И правда, посади его в одну из клеток Я займусь им сегодня вечером В смысле заняться мной? Ты что хочешь сказать? Ты больной ублюдок Он тоже болтун, сказал док Может быть, зашьешь эту болтливую пасть? Нет, на него у меня другие планы Голс ему понадобится, сказал док Видишь, Педро, сказал катер То, что ты думал, это фигня Все гораздо хуже Помощник шерифа Элвис подошел к маленькому домику Больше похожему на лачугу До того, как он успел постучать Из-за двери вышла невысокая пожилая женщина Что ж, здравствуй, Элвис Ты что, мне принес? Спросила она Здравствуйте, Гильда Да, мэм Вот вам парень Тоже любит поболтать Если вам нужна компания, он вам ее составит Она провела пальцем по его лицу Потом по груди У него такая гладкая кожа Спасибо, Элвис, он красив Ты такой хороший мальчик, Элвис О, спасибо, мэм Я просто выполняю свой долг Сказал помощник шерифа И подтянул ремень Мэм, сказал Хорхе Я не знаю, что тут происходит Но, пожалуйста, нам здесь не место Нам нужно Гильда дала ему пощечину Довольно сильную для своего телосложения Хорхе замолчал Он смотрел на нее ошеломленным взглядом Эх, парень Сказал Элвис Гильда хорошо о тебе позаботится Мэм Он весь ваш Спасибо, Элвис А ты давай, проходи Мы хорошо повеселимся Как я и запланировала Может, я испеку тебе один из моих пирогов? Хорхе исчез внутри дома Месть стояла с открытым ртом И что это? Вы нас что, продаете? Вы не можете такое вытворять? Сказала она Вау, какая сообразительная Долго допирала, да? О, мы можем вас продать Да мы уже это сделали И здесь нас никто не остановит Так что топай, сучка Он подтолкнул ее дубинкой Месть послушно последовала В указанном направлении Вдруг она остановилась Затем нагнулась И уставилась вниз Че встала? Спросил Элвис Я тебе не велел останавливаться Тут что-то странное на земле Что? Где? Спросил он Элвис подошел к ней И тоже наклонился Че ты уставилась? Месть резко выпрямилась И ударила Элвиса ногой Прямо в нос Помощник шерифа Растянулся на земле Она знала Что этот пухлый карлик Ее не догонит Месть пробежала один квартал И свернула за угол Обернувшись Она увидела Что сзади никого не было Когда она снова посмотрела Прямо перед собой Чья-то огромная рука Обхватила ее И швырнула на землю Месть приземлилась Прямо на спину Ударившись головой О грунтовую дорогу Ой, слава тебе, Господи Ты здесь Сказал Элвис Месть посмотрела наверх Над ней стоял Огромный бритый Налоса мужчина Он был одет В черную безрукавку Ээээ Ты даже девчонку Не можешь поймать Сказал здоровяк Он наклонился Схватил Месть за волосы И поставил ее на ноги Она закричала С ней не будет Но хлопот Сказал Элвис Он приложил К своему носу Тряпку Месть заметила Что она пропиталась Кровью Отлично Ее обрадовало Что она смогла Причинить ему Хоть немного боли Видишь, что она Сделала с моим носом Не будь ты Мелким ссыклом Эту бы не случилось А теперь вали Я ее поймал Ты уверен, Бак? Помощь не нужна? Бак окинул Его холодным взглядом Хорошо, хорошо Я понял Пойду скажу Шерифу Что все в порядке Он развернулся И зашагал прочь Бак сильнее рванул Ее за волосы И посмотрел Девушке в лицо Как тебя зовут? Пошел ты Сказала она Эээ, да ты борзая Но это ненадолго Я постараюсь Не сломать тебя Так быстро Как предыдущую Мистя плюнула ему В лицо Бак молча Вытер глаз От плевка Не отрывая Взгляда От девушки Он огляделся А затем Захохотал Бак сильно ударил Ее кулаком В лицо Кулак попал Ей в угол носа Щеку И скуловую кость Мистя потеряла Сознание от удара Но не смогла Упасть Потому что Бак держал Ее за волосы Он нанес Ей несколько Пощечин Пока она не стала Смотреть на него Видишь Как это работает Пошли внутрь Он затащил Ее в дом Точнее Домом ему служил Средних размеров Трейлер Бак подвел Ее к большому Сундуку Открыл крышку Затолкал туда Девушку И закрыл Его на щеколду Я сначала Пообедаю А потом Мы Поиграем Глава шестая Рой Снял с Дианы Наручники И усадил Ее на диван Раздался Громкий Скрип В комнате Пахло Мочой Садись Тут ведь Удобнее Да Спросил Рой Да Спасибо Ответила Диана Извините За шериф Иногда Он слишком Груб Да Все в порядке Диана Говорила Тихим Голосом Почти Шепотом И что же вам от меня надо Зачем я здесь Ну Я заплатил за тебя деньги Но ты не для меня Ты для моего племянника Скутера Он очень увлечен своим хобби Хобби? Каким еще хобби? Ну Трудно Объяснить Но Думаю Ты им подойдешь Открылась дверь черного хода И в комнату вошел Долговязый молодой человек А вот ты скутер Гляди Новенькая Я тебе ее купил Кличку еще не дал Да Не важно Она ничего так Подойдет Подойду для чего? Я не домашнее животное Сказала Диана О Ты не будешь домашним животным Думаю Пора вытащить ее во двор Давай-ка Сказал скутер И схватил Диану за руку Не трогайте меня Закричала Диана И попыталась вырваться Ой Давай Идем Не усложняй все Сказал скутер Мужчины схватили ее за руки Девушка отчаянно вырывалась Наконец Им удалось скрутить ее Хорошо Выходим Нет Пустите Кричала Диана Пустите Они вытащили ее Через запасной выход На задний двор Там повсюду валялись Сломанные игрушки И садовые инструменты Они потащили ее К большому сараю С воротами Которые были закрыты На висячий замок Рой открыл замок И ворота распахнулись Рой и скутер Подтащили Диану К клетке А там Свернувшись Калатчиком Лежали еще две девушки Хорошо Сказал скутер Давай ее разденем Рой достал Большой охотничий нож И начал резать Одежду Дианы Прекратите Пожалуйста Диана кричала И плакала Не делайте этого Боюсь Это единственный способ Придать эротичности Так и должно быть Сказал скутер Сорвав всю одежду Они потащили ее К большому столу Рой положил Диану На спину Животом кверху Она попыталась вырваться Но Рой приставил Ей нож к горлу Я не хочу Причинять тебе боль Но сделаю это Если не перестанешь Рыпаться Расслабься Черт Тебе же самой понравится Сказал Рой И хохотнул Скутер спустил Рабочий комбинезон До пояса И раздвинул Ноги Дианы Она не сопротивлялась Даже не шелохнулась Чувствуя нож На своем горле Лезвие было горячим И острым Судя по ощущениям Оно уже слегка Порезало ее Скутер Стянул комбинезон До колен И вошел в нее Диана Чувствовала Толчки его члена Внутри себя Он не был Таким уж большим Но причинял ей Немалую боль Диане Хотелось Кричать Сбросить Этого мерзкого Ублюдка Что насиловал ее Но она очень боялась Ножа Они оба были Довольно сильными Мужчинами Выстоять против них Она бы не смогла Скутер Насиловал ее Несколько минут Издавая такие хрипы Что казалось Будто он срет А не сексом Занимается Его хрипы Все нарастали А толчки Ускорялись Диана закрыла Глаза И пыталась Представить себя Где-нибудь Далеко На пляже Калифорнии Несколько дней назад Ее больше не было В этом ужасном месте Внутри все болело Диане казалось Что он порвет ее Скутер наконец Напрягся И кончил в нее Завершив свое дело Он отступил А у нее Классная пизденка Дядя Рой Хочешь засадить Сказал скутер И подтянул комбинезон Не волнуйся Засажу Сказал Рой Они поменялись местами Скутер взял нож И приставил ей к горлу Рой обошел стол Встал перед ней И расстегнул джинсы Не волнуйся Маленькая леди Я буду ласковым Сказал Рой И рассмеялся Но лаской там И не пахло Он вошел в нее Даже грубее Чем скутер И насиловал ее Гораздо дольше Диана думала Что он уже Никогда не остановится Но все же Рой наконец Кончил Ух У нее Там все отлично Хорошую сучку Я достал Верн Дядя Рой Думаю Мне стоит еще раз Попробовать Сказал скутер Нет Пожалуйста Нет Рыдала Диана Она плакала Так долго Что пелена Слез Заслала ей глаза Скутер снова Вошел в нее Диана посмотрела На девушек В клетках Они все Пялились на нее Диана задумалась Сколько же Они уже там сидят И насилуют ли их Так же Как ее В последнем Она не сомневалась Это было видно По их обреченным взглядам Рой и скутер Насиловали ее Несколько часов Постоянно Меняясь местами Диана даже Не заметила Когда они Закончили Ее разум Блуждал По пляжам Калифорнии Там она И ее друзья Были счастливы Она решила Остаться там Пока не закончится Этот кошмар Субтитры сделал DimaTorzok Глава седьмая Гильда завела Хорхе в дом Затем они проследовали в спальню Леди Вы не могли бы снять наручники У меня от них руки сильно болят Как раз собираюсь их снять Подожди-ка минутку Сейчас тебе нужно принять ванну Ты очень грязный Сказала она Ванну? Я не хочу купаться Я хочу уйти Нет, не получится Теперь ты мой Она открыла Выдвижной ящик Гильда достала Оттуда Маленькое устройство Похожее на дистанционный пульт И нажала На одну из его кнопок Через несколько секунд В дверях Показался мужчина На нем были Только стринги И нечто похожее На ошейник Привет, Луис Спасибо, что пришел так быстро Это Хорхе Он теперь с нами Оденьш ему ошейник И приготовишь ванну Да, мэм Сказал Луис Хорхе заметил, что Луис Тоже латиноамериканец Он был невысокого роста И сильно исхудавший Похоже, он уже через многое прошел Гильда вышла из комнаты Луис открыл другой выдвижной ящик И достал оттуда ошейник Кусок пластика И плоскогубцы Стой спокойно Сказал он Что это за фигня Я не буду это носить Возразил Хорхе Это твой ошейник Ты должен его носить Сказал Луис Какой еще ошейник Нахер он нужен Луис осмотрелся Словно боялся Что гильда их услышит Приятель Это ошейник-шокер Понятно? Прошептал он Если ты его не наденешь Она будет бить меня током До усрачки А тебя убьет Или еще похуже Отправит тебя К доку Доку? Они одного из моих друзей К нему увели Радуйся, что не тебя Он встрял по-крупному Док его убьет? Нет Но твой друг будет мечтать Чтобы он его убил Уж поверь Короче Дай надену Снова сказал Луис Хорхе наконец сдался И Луис застегнул ошейник У него на шее Затем плоскогубцами Он прикрепил к ошейнику Куски пластика Хорошо Теперь все готово Вскоре она его активизирует Не трогай его Гильда может ударить тебя Током на небольшом расстоянии Попробуешь сорвать его И он сработает А если каким-то образом Тебе удастся его снять То он наверняка тебя убьет Поверь Я видел, как это бывает А сколько ты уже здесь? Спросил Хорхе Слишком долго Пошли Они отправились в гостиную Гильда сидела за столом И пила чай Хорхе услышал снаружи крики Луис подошел к окну Гильда подняла голову Из окна Хорхе увидел других людей В таких же ошейниках Как и у него В основном молодые мужчины Но он также разглядел Среди них одну девушку К забору Бежал молодой латиноамериканец Черт, опять Рон Похоже, он собирается убить себя Прошептал Луис Что происходит? Спросил Хорхе Рон здесь всего несколько недель У него все время проблемы с головой Теперь он пытается убежать Гильда, пошатываясь, подошла к окну О, боже мой! Этот мальчишка приносила Одни неприятности с тех пор, как появился здесь Она взяла пульт И нажала на кнопку Рон упал на колени И у него взорвалась голова Тело юноши рухнуло на землю А ноги продолжали дергаться Хорхе в ужасе отвернулся и отошел от окна Луис покачал головой Я предупреждал этого мальчишку Сказала Гильда Она обратилась к Хорхе Думаю, ты будешь лучше Но ведь ты умный мальчик Сказала она, похлопав Хорхе по груди А теперь Идем в ванную комнату Хорхе последовал за ними Луис уже наполнил огромную ванну водой и пеной Раздевайся Сказал он Что? Раздевайся Ты же не моешься в одежде Не волнуйся, Хорхе Я уже видела много голых мальчиков Мне нравятся ваши смуглые тела Я посмотрю Хорхе сделал, что ему приказали И залез в ванну Вода была слишком горячей Но он постарался привыкнуть к ней Он медленно погрузился в наполненную пеной воду Луис Давай-ка позаботься о нем Тебе пора прочистить задницу Приказала Гильда Да, мэм Сказал Луис И залез в ванную позади Хорхе Что за хуйня, чувак? Спросил Хорхе Просто заткнись Прошептал Луис Давай побыстрее закончим Намыль его хорошенько, Луис Вот так Как мила Вы и так хорошо смотритесь, мальчики Гильда веселилась Луис натирал мылом плечи и спину Хорхе Тот старался не суетиться Он не считал себя гомофобом Но ему совсем не нравилось сидеть в ванной с другим мужчиной Который намыливает его тело Хорошо, Луис Заканчивай с ним Приказала Гильда Луис обнял Хорхе за талию Затем схватил его за член И принялся массировать его Хорхе стал вырываться Просто расслабься Сказал Луис Это быстрее закончится Если ты расслабишься Глава восьмая Робби сидел в клетке не один С ним была белая женщина средних лет В отличие от всех, кого он видел Ее не изуродовали Она сидела в углу Голая Прижав колени к груди Робби подошел к ней И присел рядом Что вы здесь делаете? Что им от нас нужно? Оклянись Видишь всю эту херню на стене И этих уродов в клетке? Ему нравится экспериментировать На нас калечить Я следующий А за мной и ты А почему ты здесь? Они сказали, что я и мои друзья нелегалы Но мы граждане И нас привезли В это гребанное место Я Анжела Анжела Пеннингтон Мы с парнем пошли в поход Они схватили нас Мы заблудились и изобрели в этот городок Его не было ни на одной карте И где твой парень? Спросил Робби Я не знаю Сказала она и заплакала Они куда-то забрали его Так же, как и твоих друзей Она вытерла слезы Робби услышал звук приближающихся шагов И поднял голову Окей, лайк-зайка Пришло твое время Сказал док, подходя к клетке Его ассистент-коротышка Открыл клетку со стороны Анжелы И потянулся за ней Женщина отпрянула «Нет, пожалуйста, нет!» Умоляла она «Давай, будет проще, если ты не будешь сопротивляться!» Сказал помощник Он схватил ее за ступню И потащил наружу Анжела потянулась к Робби Но не успела Они вытащили ее слишком быстро Док и его ассистент заперли клетку Вдвоем они подняли Анжелу на ноги И повели к столу «Нет, не надо!» Кричала она Чем ближе они подводили ее Тем большее безумие овладевало женщиной «Нет, нет, нет, нет!» Кричала она Когда док с помощником Привязывали ее ремнями Голову Анжелы тоже привязали Робби видел, как она принялась Дергаться во все стороны Когда помощник прикатил тележку с инструментами Анжела продолжала кричать Док сунул ей что-то в рот Робби все еще слышал ее Но теперь она издавала лишь тихие звуки Док взял большую пилу И принялся пилить макушку черепа Тело Анжелы выгнулось дугой Огромная пила крушила ее кость Пила издавала жуткий визжащий звук Закончив, док снял свод черепа Обнажив мозг женщины Док взял длинные предметы, похожие на иглы И начал втыкать их Анжеле в мозг Помощник вытащил кляп у нее изо рта Анжела больше не кричала Теперь она бормотала какой-то бессвязанной чушь Что тут у нас помидор видит кошечку с сиреневым зонтиком Вечный фаргал-баргал-белиш-попс Сказала она Потом ее речь сменилась хрипами и бульканьем Док отложил иглы Взял какой-то небольшой предмет И затолкал его Анжеле в мозг Затем он поместил свод черепа на место И снова взялся за пилу Он снова начал пилить На этот раз ее ногу прямо у бедра Анжела закричала Дока и помощника забрызгала кровью Ассистент подключил на место распила Отсасывающие устройства и зажимы Чтобы женщина не умерла от потери крови Затем Док отпилил другую ногу Вдвоем они сняли зажимы с первой Руби видел, как Док зашивает ее культи и обрабатывает раны Казалось, что этот Док действительно своего рода врач Возможно, был когда-то им Вряд ли он смог бы получить медицинскую лицензию в этом ужасном городке Док принялся отпиливать Анжеле руки по самые плечи Затем он зашил и их Он достал огромный нож с изогнутым лезвием, похожим на штопор Нет, дорогая, я собираюсь испытать нечто новое Мой ассистент объяснит это в самых интимных подробностей Он собирается заняться с тобой сексом Но не сюда Док указал на ее вагину Нет, нет, мы проделаем другое отверстие Док взял нож и воткнул его Анжеле в бок Затем провернул его и вытащил В животе сбоку у женщины образовалась большая кровавая дыра Док отложил нож и взял планшет с бумагой Анжела уже окончательно сошла с ума Подумал про себя Робби Теперь она издавала только крики и всхлипы Ассистент, стоявший рядом Спустил штаны, обнажил свой маленький эрегированный пенис Он схватил Анжелу за шею и талию И засунул член прямо в кровавую дыру Вау, тут тепло и мягко, сказал он И принялся двигать бедрами Док делал записи в блокнот Помощник все энергичнее и быстрее дергал бедрами Тело Анжелы металось по столу туда-сюда Она громко кричала и всхлипывала Ассистент Дока продолжал насиловать ее тело Наконец он кончил ей в живот Залив спермы все органы Когда все завершилось, Док подошел и зашил дыру Затем он вырезал еще одну сбоку в ее седалище Ассистент трахнул ее и в эту дыру Затем он посмотрел на Дока Тут немного туже, не так кайфно, как в животик Интересно, сказал Док На сегодня хватит Настало время сделать ее одним из наших шедевров Субтитры создавал DimaTorzok Голова девятая Мисти постаралась дышать как можно медленнее В сундуке царил кромешный мрак Ноги девушки были плотно прижаты к груди Она не могла ни постучать, ни ударить ногой Слишком тесно Ее лицо пульсировало болью в том месте, куда ее ударил бак Мисти понятия не имела, сколько времени она тут сидит У нее затекли ноги Судя по всему, прошел уже не один час Наконец крышка открылась И кто-то схватил ее за волосы Бак вытащил ее из бочки И теперь поддерживал в стоячем положении Левый глаз у мести распух Почти закрылся Так что она смотрела на своего мучителя только правым Бак пришлось держать ее рукой Девушка почти не чувствовала ног А вот видишь, мой сундук с сокровищами мигом остужает ваш пыл Неохота больше драться, да? А теперь посмотрим, что у тебя есть Бак швырнул мести на диван и начал снимать с нее одежду Она пыталась сопротивляться Даже сумела ударить его ногой в пах Но это не принесло никакого эффекта Вот что я тебе скажу Еще раз так сделаешь И отправишься обратно в сундук Так как? Спросил он Мести встала Сняла футболку и шорты Бак окинул взглядом ее тело Пощупал живот И стиснул груди вместе Неплохо Теперь снимай трусы и левчик Приказал он Мести сняла все Пристально глядя на Бака Затем она встала, скрестив руки на груди Черт, ты там все побрила Даже полоски не оставила Сказал он и потянулся рукой ей между ног Она попыталась отстраниться Но Бак схватил ее за волосы Что я тебе, бля, сказал, сука Обратно в сундук? Нет, нет, подожди Я сделаю все, что ты захочешь Что угодно, пожалуйста Взмолилась она Ты права Обязательно сделаешь На колени Мести сделала, что он сказал Бак снял штаны Теперь соси Она взяла его член в рот Пытаясь доставить Баку удовольствие Она представила себе, что делает Минет Хорхи Мести сложила руки чашечкой И гладила Баку яйца Его член затвердел у нее во рту Она использовала все свое умение Чтобы довести его до оргазма Она почувствовала, как он напрягся Даже затрясся И укусила Сжала зубами так сильно, как только могла Ее клыки погружались в его плоть все дальше Бак ударил ее по голове сбоку Мести повалилась на пол Она посмотрела наверх И увидела, как он стоит и смотрит на свой истерзанный и окровавленный член Она не смогла откусить его Но укусила хорошо Ты действительно тупая сука Ты об этом знаешь? Бак схватил ее за волосы И потащил в комнату В дальней части дома Там стоял верстак Повсюду висели инструменты Бак взял рулон клейкой ленты И начал опутывать ею тело Мести Приклеивая девушку К верстаку Я извиняюсь Мне жаль Это случайно получилось Вы должны мне поверить Кричала она Ты что, бля, думаешь? Я совсем мудак? Поцелуй случайно мою жопу Ты мне хуй откусить пыталась Я запомню, сучка Бак обмотал клейкой ленты лоб Мести Что ты собираешься сделать? Спросила она Я собираюсь сделать тебе так больно Как ты никогда в жизни не испытывала И будь уверена Больше ты кусаться не сможешь Бак подошел к инструментам Взял плоскогубцы И вернулся к ней Он сжал ее щеки рукой Открывай шире Сказал он Нет, не надо Пожалуйста, нет Закричала Мести Но Бак смог легко заставить девушку Открыть рот Он подцепил ее верхний резец С плоскогубцами Затем принялся тянуть И выкручивать ее Десное лицо Мести пронзила боль Она слышала, как рвется И трещит ее зуб Бак поднес Вырванный зуб К лицу девушки Шерш симпатичный Один готов Остальные на очереди Нет Закричала Мести Ее рот наполнил металлический вкус крови Пожалуйста, я буду хорош Обещаю Знаю Знаю, что будешь Я об этом позабочусь Сказал Бак Его лапище снова обхватило ее лицо Бак сжал плоскогубцами второй резец И начал выдергивать его Второй вышел легче Но боль не уменьшилась Вау Да мне надо было стать дантистом Сказал здоровяк Любуюсь вырванным зубом Мести только покорно хныкала И всхлипывала Видишь Ты теперь уже не такая крутая Да, сучка? Бак принялся за третий зуб Но Мести уже потеряла сознание Когда она пришла в себя То резцов у нее уже не осталось А десна превратилась в распухшую кровавую массу Пульсирующую болью Вот Выпей это Сказал Бак Он разрезал клейкую ленту И поднял Мести Здоровяк протянул ей бутылку виски Она выпила Но выплюнула большую часть Пей Это поможет тебе заглушить боль И защитить десна от заражения Он снова дал ей бутылку Она проглотила сколько могла Виски было крепким Оно обжигало ей рот и горло Но Мести продолжала пить Она опьянела довольно быстро У нее загружилась голова От другого дела А теперь самая приятная часть Бак повалил ее на стол И схватил большой гаечный ключ Познакомь со своей секс-игрушкой Я б тебя сам трахнул Но ты мне бля весь хуй обкусала Так что Теперь тебя трахнет Мистер гаечный ключ У Мести не осталось сил сопротивляться Бак глубоко засунул ключ в ее влагалище Девушка закрыла глаза И молилась Молилась Чтобы смерть Забрала ее Глава десятая Диана сидела в пустой комнате И дрожала Здесь не было окон Лишь бетонные стены Девушка видела Очертание двери Которая открывалась Только снаружи После того Что они сделали с ней Все ее тело болело Кровь в шейке матки Засохла Но промежность Продолжала пульсировать болью В нескольких футах От нее Лежала еще одна Латиноамериканка Тоже голая Эта девушка выглядела моложе Дианы Она сидела с бессмысленным взглядом Уставившись в окружающее пространство Эй Позвала Диана Эй Как тебя зовут? Девушка не ответила Диана протянула руку И коснулась ее плеча Девушка вскочила и отпрянула Но все же посмотрела на нее Когда-то она была очень миловидной Но теперь Картину портили грязное тело Склокоченные волосы И осунувшееся лицо Я не причиню тебе вреда Они меня только изнасиловали Несколько раз Они делали тебе больно? Я Тина Сказала девушка тихо Почти шепотом Меня они тоже насиловали И долго Сколько ты уже здесь? Я не знаю А какой сегодня день? Спросила Тина Вторник Хорошо А дата? Двадцать первое июня Тина заплакала А год? Год? Две тысячи тринадцатый О боже! Заплакала Тина Две тысячи тринадцатый Да? Тринадцатый? А что? Сколько ты уже здесь? Они забрали меня в две тысячи одиннадцатом Притащили меня сюда И сказали, что я нелегалка Проскулила Тина Срань господня! Сказала Диана Они и нам то же самое сказали Да Это у них такая уловка Ты что, здесь уже два года? Да В этой комнате Тут были и другие девушки Они убивали их Или куда-то увозили Некоторых отправляли к доку А кто такой док? Я точно не знаю Но он делает ужасные вещи Тебе не захочется попасть туда Тина снова заплакала Я всего лишь хочу домой Вся семья, должно быть, думает, что я их бросила Скутер только бьет и насилует меня А когда ему скучно, начинает мучить Когда здесь были другие девушки Он заставлял нас одеваться и разыгрывать из себя его жен Но одна девушка попыталась бежать Они замучили ее прямо у нас на глазах, чтобы показать, что за такое бывает И с тех пор мы сидим голые в этой комнате, пока ему что-нибудь в голову не взбредет Диана задрожала, осознав, какая жизнь ее ожидает В колледже она изучала психологию Она хотела защитить кандидатскую и стать психотерапевтом Ее плана отнюдь не входило превращаться в секс-рабыню Диана взглянула на Тину Она уже представляла, какое будущее ее ждет Как ты тут выжила? Я не сопротивляюсь Я делала все, что они мне говорили Как бы мерзко это ни было Ответить Диана не успела Двери распахнулись Там стояли Скутер и Рой Идем, леди, шоу начинается, сказал Скутер Вы обе вставайте Не заставляйте меня вытаскивать вас Девушки переглянулись Затем медленно поднялись на ноги Пошли, сказал Скутер, сюда Когда Диана подошла к нему, Скутер шлепнул ее по заднице Она постаралась не обращать на это внимания Вдвоем они пошли за Роем во двор Там лежал шест с заостренным концом Около шести футов длиной Диана не знала, зачем он Но Тина вдруг закричала и попыталась убежать Скутер схватил ее и бросил на землю Давай, давай, девочка Ты же знала, что рано или поздно этот день настанет Сказал Скутер Рой схватил Диану на тот случай Если она тоже попытается сбежать Из-за дома вышли еще двое мужчин О, ребят, вот и вы А мы еще не начали Хорошо, вам, похоже, не помешает некоторая помощь Спросил один из новоприбывших Ну да, она быстро сообразит, что к чему Что соображу, спросила Диана Хе-хе, увидишь, дорогуша, сказал Рой Мужчины связали Тине руки, затем ноги И понесли ее к столбу Нет, пожалуйста, просто убейте меня Просто убейте, позвольте мне умереть, пожалуйста Кричала она Эй, ты умрешь, не сомневайся в этом Сказал Скутер Рой повел Диану к небольшой клетке Напоминавшей собачью конуру Он затолкал девушку внутрь И запер дверь Диана стояла на четвереньках Но видела все происходящее во дворе Двое новоприбывших Прижали Тину к земле Она отчаянно пыталась вырваться Но безуспешно Рой схватил несчастную за ноги И поднял их вверх Скутер взял большую опасную бритву И вонзил ее в вагину девушки Тина ужасно закричала Скутер вспорол ее промежность Словно разделывал говядину Из разреза хлестнула кровь Закончив разрез, он взял бутылку С чем-то похожим на сливки И смазал края раны Эх, черт, хорошую пизденку теряем Сказал Рой Да она уже поизносилась Прошло ее время Сказал скутер Да уж, да уж Скутер взял кол И вставил острым концом В распоротую промежность Тины Девушка продолжала кричать Племянник Роя протолкнул кол Еще на несколько дюймов И взял большой молот Лежавший рядом Скутер принялся заколачивать кол Все глубже в Тину Диана кричала, сидя в клетке Но на нее никто не обращал внимания Зачем они делают такое с Тиной? Потому что появилась она? Диана гнала от себя эту мысль Тина выглядела ужасно Она провела здесь два года А Диана новенькая Заменит Тину Однажды и с ней сделают то же самое У Дианы затрясся живот И ее вырвало Она постаралась, чтобы как можно больше рвотных масс Оказалось снаружи клетки Но расстояние между прутьями Было совсем небольшим Поэтому много попало на нее саму Скутер забивал кол все глубже и глубже Тина продолжала кричать Но теперь ее крики сопровождались хрипами С каждым взмахом молота Кол издавал мерзкий хлюпающий звук Каждый раз, когда погружался в Тину Наконец, собравшись вместе Они подняли девушку наверх И воткнули кол в дырку в земле Диана видела, что Тина была уже почти полностью Насажена на кол Девушка еще продолжала двигаться Рой подошел к клетке И вытащил оттуда Диану Выходи, девочка Посмотри поближе Сказал Рой Зачем вы это сделали? Зачем? Сказала Диана сквозь рыдание Мы это делаем Когда Диана подошла ближе Тина повернула голову и посмотрела на нее Она постаралась что-то сказать, но не смогла Диана заметила, что несчастная медленно сползает вниз по колу Хорошее украшение для лужайки ты сделал, Скутер Сказал высокий толстый мужчина Точно, мужик Я его выкапывал Ответил Скутер Диана не могла оторвать глаз от Тины Та сползала все ниже Несчастная захрипела Ее тело затряслось сильнее Острее кола показалось у нее во рту Окровавленный наконечник душил Тину Рот девушки открывался все шире Наконец ноги Тины коснулись земли И она перестала сползать Тиана не могла оторвать глаз от этого страшного зрелища Не бойся, девочка, мы не сделаем с тобой такого Пока ты не выкинешь какую-нибудь глупость Сказал Скутер Как насчет того, чтобы поразвлечь моих гостей? Они хорошие ребята Глава одиннадцатая Робби отвернулся, когда док начал срезать кожу с тела Анджелы Женщина продолжала кричать Между ее воплями раздавались тошнотворные и хлюпающие звуки Робби закрыл руками уши Но все слышал Он все слышал, но старался думать о чем-нибудь другом Представляя себя где-нибудь в другом месте Ему хотелось оказаться где угодно Как не в том аду, в которое он угодил Спустя некоторое время Крики прекратились Наконец док с ассистентом пошли обратно к клетке Толкая перед собой тележку, покрытую простыней Робби совершенно не хотел знать, что там находилось Но предчувствовал, что скоро узнать придется Привет, Роберт Сказал док Простите, что заставил тебя ждать Операция Анджела заняла больше времени, чем я ожидал Но она прошла успешно Взгляни на нее Док сорвал простыню и показал Анджелу Робби понадобилась минута, чтобы понять, что он видит Это оказался большой стул С человеческими ногами вместо ножек И человеческими руками вместо подлокотников По центру стула пролегал шов Разделяющий кожу разных цветов Док повернул стул У Робби все похолодело внутри Спинка оказалась сделана из торса Анджелы Кожу женщины частично срезали и обтянули ею стул Рот ей туго зашили, но глаза были широко распахнуты Словно она в испуге озиралась по сторонам В них читался такой ужас, что у Робби волосы на загривке встали дыбом С одной стороны к телу была подключена капельница К другой док присоединил катетер Видишь, мы подключили капельницу, чтобы ей поступала жидкость и питание А катетер, чтобы она могла очищаться Тебе не видно, у нее с этой стороны колоприемник Это одна из моих лучших работ на данный момент Она сможет жить долгой здоровой жизнью в качестве любимого куска мебели Просто изумительно, не правда ли? Док провел пальцами по ее обнаженной груди и коснулся ее лица Человеческое тело способно выдержать многое А уж какие формы оно может принимать при правильном соблюдении всех условий Это будет моя лучшая работа Как жаль, что я не могу поделиться своими работами со всем миром Однако уже поздно Эта процедура сильно меня утомила Этой ночью я отдохну А завтра? Завтра займусь тобой Что ты собираешься со мной сделать? Сделаешь из меня стул? Спросил Робби О нет На тебя у меня другие планы Не пугайся Тобой будут восхищаться и даже гордиться Ты будешь частью особого замысла Единственный в своем роде Робби думал лишь о криках и мерзких звуках Которые слышал, когда они работали над телом Анжелы Ты больной ублюдок Не прикасайся ко мне Сказал он Ох, все они так говорят Но конец у всех один Я бы сказал тебе Не вздумай сопротивляться, когда настанет время Ну ты наверняка будешь Это нормально Тебе, наверное, хочется отдохнуть Завтра тебе понадобятся силы Твоя жизнь обычного парня из колледжа Закончится за несколько часов Док развернулся и ушел Ассистент покатил за ним стул Глаза Анжелы продолжали смотреть на Робби Застыв в немом ужасе Почему они просто не убили ее? Они обрекли женщину на страдания Находящиеся за пределами человеческих возможностей Робби обошел клетку Потолкал и подергал ее части Она напоминала сваренные вместе куски труб или арматуры Расстояние между прутьями было достаточным, чтобы протянуть руку Но на каждой двери висел замок Робби залез на верхушку клетки И подергал прутья Ни единого слабого места Он спрыгнул вниз и осмотрел стены помещения Он увидел много произведений искусства Сделанных из висевших там людей Некоторые были живые Некоторые мертвые Он подумал о том, какую боль ему придется испытать Если он вообще сможет ее выдержать А если нет? Не похоже, что Дока заботит его ощущения Робби удивился, как Анжела не умерла от сердечного приступа Ведь она так кричала Он сел в углу клетки и закрыл глаза Надеюсь, что когда откроет их Все это окажется кошмарным сном Глава двенадцатая Хорхе лежал на скамье, стиснув зубы А Луис трахал его в задницу Никогда в жизни Хорхе так не унижали У него не встал, даже когда Луис гладил его член в ванной Гильда приказала Луису оттрахать Хорхе Сначала юноша пытался сопротивляться Но после пары разрядов из ошейника сдался Анус сильно жгло Милосердная гильда даже позволила Луису использовать смазку Но это не сильно помогло Хорхе хотелось лишь, чтобы это все быстрее закончилось Старая сморщенная гильда сидела на кровати И ухмылялась беззубым ртом «Мужик, Луис, оседлай-ка его Порви ему жопу!» Кричала она «Его задница принадлежит тебе!» «Да, да!» Больная сучка, извращенка! Хорхе почувствовал, как Луис стал быстрее двигать бедрами И сильнее трястись С каждым толчком анус Хорхе рвался все больше Он не был геем Ему даже никогда не хотелось попробовать анальный секс с мистик Теперь Хорхе радовался, что никогда не заставлял любимую пройти через это Еще несколько сильных толчков И он почувствовал, как семя Луиса потекло в его зад Хорхе тошнило «Вот так, Луис, отличная работа!» «Я, наверное, отправлю тебя отдохнуть!» «Ты скрасил мой вечер!» «Почему бы тебе не выйти ненадолго?» «Да, мам!» Сказал он Луис встал и вышел «Теперь ты!» «Я видела!» «Вы хорошо повеселились!» «Теперь моя очередь!» Сказала Гильда и легла на кровать Она откинулась на спинку и сняла платье «Дорогуша, иди-ка сюда и полежи, мамочки, киску!» Хорхе посмотрел на ее сухие дряблые губки между ног Оттуда торчали клочки жестких седых волос «Ты шутишь?» Спросил Хорхе Гильда молча нажала кнопку на пульте И по его телу прошел электрический разряд На этот раз Хорхе все обгадил своим дерьмом Ему ведь только что порвали задницу Похоже, на этом его унижение не закончится «Что за черт? Посмотри, какая грязь! Всю постель!» Запричитала Гильда «Извини, это из-за того, что ты бьешь меня током из этой херни Еще и твой мальчик для секса растянул мне жопу И что, по-твоему, должно было случиться?» Закончить он не успел Гильда снова ударила его током На этот раз Хорхе повалился прямо в кучу собственного дерьма Он соскользнул с простыней на пол Попытался перекатиться, но тело ему больше не подчинялось Хорхе пронзила дикая боль Гильда снова ударила его током Наконец она перестала «А теперь немедленно приступай, мальчик!» Сказала Гильда, указав на него пальцем «Ты принадлежишь мне и будешь делать все, что я захочу И если я прикажу тебе оттрахать соседскую собаку, ты пойдешь и трахнешь соседскую собаку!» «Думаешь, все уже испытал?» «Да ты еще ничего не видел, сынок!» «А теперь живо вставай и лежи мою киску!» Хорхе медленно поднялся на ноги «Может быть, мне сначала помыться?» Захныкал он «Не-а, у меня уже киска болит, соскучилась по языкам Иди сюда и хорошенько ее вылежи Потом мы вместе примем душ» Хорхе залез на кровать и расположился у нее между ног Гильда широко улыбнулась в предвкушении Он смотрел на ее сморщенные половые губы И, преодолевая отвращение, потянулся к ним Хорхе закрыл глаза и начал высовывать язык Пока не коснулся влагалища Гильды «Давай, давай, парень, прижми свое личико Не бойся, она тебя не укусит» Она громко захихикала Милая старушка, с которой он встретился до этого Исчезла без следа Ее место заняла настоящая Гильда Старая садистка-психопатка Хорхе почувствовал, как ее рука легла на его затылок Она принялась толкать его все ближе Хорхе засовывал язык все глубже Рассекая им сухие губы пожилой женщины Хорхе коснулся языком ее клитора Который напоминал высохший изюм Гильда обхватила его голову ногами И громко застонала Хорхе принялся лизать быстрее и энергичнее Он снова закрыл глаза, стараясь свыкнуться со всем этим Он надеялся, что так все закончится быстрее Он непрестанно тыкал языком в ее клитор Иногда он покусывал его И в тот момент Гильда громко стонала А все ее тело начинало дрожать Хорхе надеялся, что она сдохнет от сердечного приступа Но, похоже, удача от него отвернулась Гильда кончила и оттолкнула его голову Вау! Ты и вправду хорош Даже Луис не доставлял мне такого удовольствия Придется тебе делать это каждую ночь Сказала Гильда Чудесно А теперь убери свою грязную жопу из моей постели И иди на улицу мыться И не вздумай пользоваться моим душем Не хочу, чтобы твое дерьмо размазывалось по моей ванной Пусть тебя Луис и шланг польет Давай, выметайся Ты омерзительный Глава тринадцатая Ошеломленная Диана лежала на траве Она посмотрела наверх И увидела, как они отрезают от трупа Тины куски мяса И едят их Некоторые делали бутерброды Клали мясо на хлеб Остальные держали Диану и насиловали ее Периодически меняясь Сначала она пыталась сопротивляться Но присоединившийся к ним здоровяк Несколько раз ударил ее После чего Диана быстро сдалась Этот верзила оказался не только высоким У него был огромный член Диана чувствовала, как лопается ее кожа Когда он входил и выходил из нее Она настолько обессилела Что им не пришлось ее даже связывать Если бы девушка захотела убежать, то не смогла Один раз Диана попыталась подтянуть ноги к груди Но у нее не получилось Теперь она просто лежала Позволяя им делать с собой все, что им вздумается Диана лишь надеялась, что это будет не слишком больно Здоровяк подошел к ней и присел рядом А, чертовка, у тебя классная пизда Боему хую на сегодня хватило Думаю, я спустил тебя не меньше пяти раз Сказал он Диана не ответила Она даже не взглянула на него Только лежала, уткнувшись носом в землю Хорошо, шоу подошло к концу Раздался позади голос Скутера Он подошел к Диане и поднял за волосы ее голову Думаю, ей нужно отдохнуть Я даю ей двадцатиминутный перерыв И все они расхохотались Скутер затащил Диану в дом Но там его уже ждал помощник шерифа Элвис С ним была еще одна девушка, закованная в наручники Она выглядела уставшей и испуганной Диана подумала, что она и сама так выглядела Всего несколько часов назад Добрый вечер, помощник шерифа Сказал Скутер Что вы мне на этот раз привезли? Это... Говорит, что ее зовут Миранда Стрикланд Прижал ее на обочине на дороге Гнала больше ста миль в час У нее клевая спортивная тачка Сказал Элвис Я же тебе говорила Сказала Миранда Я ехала обратно в Эль-Пасо Мне позвонили Сказали, что моя мать попала в больницу Ну что ж Теперь ты туда точно не попадешь Усмехнул Селвис Отведи ее на место Вместе с этой Думаю, парням надо отдохнуть Хорошо иметь запасной вариант Если ты понимаешь, о чем я Сказал Скутер Диана заметила, что Миранда Смотрит на нее со смесью страха и любопытства Новенькая еще не знала, что это за городок Чем он является на самом деле Куда меня посадить? Что случилось с этой девушкой? Что вы с ней сделали? Возразила Миранда Заткнись, если не хочешь закончить, как она Вырогулся Элвис Однако Миранда ему не поверила Она резко развернулась и ударила Элвиса коленом в пах Он согнулся пополам Скутер ринулся к ней, но она ударила его прямо между ног Он рухнул на землю Диана заметила, что у Миранды на ногах парочка больших доктор Мартинес Так что скутеру наверняка было больно Диана стояла и смотрела, пока Миранда не окликнула ее Ссылка Доктор Мартинес Обувная серия фирмы Airwire Ltd Со временем появление на рынке достигло интернационального культового статуса Крепкие ботинки по фасону похожие на армейские Пошли, крикнула она Берем ключи и стволы быстрее Элвис зашевелился, но Миранда ударила его коленом в лицо Помощник шерифа рухнул на спину Миранда несколько раз ударила его подошвой в лицо В то время как Диана пыталась найти у него ключи У нее сильно дрожали руки Она не думала, что сможет справиться с этим Лицо Элвиса было завито кровью Он издал хриплый булькающий звук Наконец Диана достала ключи И нашла тот, что открывал наручники Она освободила Миранду Получив свободу Миранда нагнулась и достала из кобуры Элвиса пистолет А из карманов запасные обоймы Скутер попытался встать на ноги Миранда навела ствол на его промежность И спустила курок В маленьком домике прогремел выстрел Промежность скутера взорвалась Повсюду разлетелись кровавые ошметки Одно из его яичек подкатилось к ноге Миранды Она взглянула на него, а затем растоптала Затем навела ствол в лицо Элвиса И выстрелила ему прямо в лоб «Там на улице еще есть, они скоро сбегутся» Прошептала Диана «Сколько?» Спросила Миранда «Ну, думаю, двое-трое» Но раньше, чем она успела закончить Дверь распахнулась и в дом ворвался Рой «Что во имя Сэма Хилла?» Ссылка «Сэм Хилл» – американская сленговая фраза По сути, являющая синонимом фразы «черт» Миранда прострелила ему горло Прежде чем он успел договорить Рой схватился за шею Он принялся хрипеть и метаться В этот момент вошел высокий здоровяк Миранда выстрелила ему в коленную чашечку А затем в голову Верзила рухнул на пол Последний попытался убежать Но Миранда выстрелила ему прямо в спину Он упал ничком на землю во дворе Диана восхищалась, глядя на то, как Миранда Ловко перестреляла всех ее похитителей Словно глиняных голубей в тире И до сих пор не верилась Что ее похитила и насиловала банда подонков А теперь так быстро появился спаситель Это казалось Диане нереальным Но происходило на самом деле Через открытую дверь Миранда увидела тело Тины «Это что за херня?» «Это была Тина», – сказала Диана «Ну что ж, с ними такого не будет Я рада, что у этого идиота не было револьвера, как у шерифа Где-то здесь поблизости Давай-ка выбираться отсюда У тебя одежда есть?» «Да плевать на одежду Давай просто уберемся отсюда Мои друзья тоже здесь Их трое, но я не знаю, где они» «Ладно, сначала спасаем собственные задницы», – сказала Миранда «Машина помощника шерифа стоит вниз по улице» «Его машина?» «А как мы возьмем его машину?» – спросила Диана Миранда покачала ключами в руке и подмигнула Глава 14 Робби разбудил здоровяка, открывавший клетку Это был не тот ассистент Дока, которого он видел ранее Робби вскочил на ноги и вжался спиной в прутье клетки «Проснись и улыбайся, Хосе Настало время встретиться с доктором», – сказал Громил Он был одет в джинсы, обтягивающую футболку и ковбойскую шляпу «Меня не Хосе зовут, и я в порядке, мне не нужен доктор», – сказал Робби «А меня не ебет, как тебя зовут, и с доктором ты встретишься», – шоуал Здоровяк потянулся к Робби, но тот размахнулся и ударил его в челюсть Незнакомец отступил, затем резко ударил юношу ногой в живот Робби показалось, что из его легких вышибли весь воздух Здоровяк схватил его за руку и вытащил из клетки «Видишь, хочешь драки? У док для тебя кое-что есть», – сказал Громила Он потащил Робби к столу, их там уже ждали, док и два ассистента «Роберт, я рад тебя видеть, обещаю, ты не пожалеешь Впрочем, может, и пожалеешь, но смирись, это будет здорово Теперь просто ложись на стул», – сказал док До того, как Робби успел среагировать, здоровяк и ассистенты с силой положили его на стол и привязали ремнями «Отпустите меня, прекратите!» – кричал он «Заткнись, парень, все так говорят, но это ничего не меняет Мы сделаем с тобой, что захотим», – сказал Громила «Хорошо», – сказал док «У нас есть другой экземпляр?» «Да, док, он на столе, я только что его принес», – раздался голос за спиной Робби хотел посмотреть, о чем это они говорят, но он не смог пошевелить головой «Ну что ж, хорошо», – сказал док «Начнем» Робби увидел большую иглу Один из ассистентов воткнул ее юношу в бедро «Тело Робби пронзило острая горячая боль от бедра до головы Жидкость в плице жгла все больше, по мере того, как поршень шел вниз» Робби застонал, когда последняя капля попала в его тело «Что это за херня?» – спросил он Но они не обратили на него внимания Док взял скальпель и принялся делать надрезы на груди жертвы Чтобы ему не ввели, это не было обезболивающим Скальпель сжег больше укола Док продолжал делать надрезы, продвигаясь в сторону живота Робби Юноша закричал, когда док потянул его кожу в стороны с помощью зажимов Обнажая его внутренние органы Робби не мог вынести вида своих внутренностей Он уставился в потолок, стараясь полностью отключиться от происходящего «Что за хуйня? Что вы делаете?» – кричал Робби Его охватила паника Он думал об Анжеле и о том, что сотворили с ней Самой страшной участью он считал увечья и уродства Робби полагал, что лучше умереть, чем жить в таком состоянии Он снова начал сопротивляться, как только почувствовал, что док копается где-то у него внутри «Прекрати сейчас же, Роберт!» – сказал док «Ты ведь не хочешь, чтобы у меня рука дрогнула?» Робби снова уставился в потолок Док продолжал копаться в его внутренностях Иногда боль становилась такой сильной, что он едва мог ее вынести Но затем она спадала Но Робби не мог расслабиться даже в такие моменты Он знал, что боль может вернуться в любую секунду Ассистент сделал ему больной укол в другую ногу Робби корчился от боли Он увидел, как док положил что-то ему в живот «Что это за хуйня?» Острая боль пронзила грудь и кишечник Доктор продолжил свое дело «Просто небольшая часть нашего проекта Увидишь» Один из ассистентов достал неизвестное оборудование, состоящее из проводов и трубок Доктор начал разрезать руки и ноги Робби Юноша кричал Снова пришла жгучая боль Робби посмотрел наверх и увидел нечто похожее на ацетиленовую горелку К ней был приделан странный железный предмет Им они прижигали его кожу В носу стоял запах ацетилена, раскаленного металла и горелой плоти Глаза слезились Робби закрыл их Он же хотел, чтобы его просто убили Он не желал видеть, в какую часть мебели его превратят Он подумал, что бы было, если бы они не остановились тогда Что, если бы повели себя по-другому Или просто сбежали от этих липовых полицейских, которые их остановили? Робби подумал о Диане О том, что случилось с ней Если ему пришлось пройти через такое То что могут сделать с его любимой девушкой? Когда прекратили прижигать Робби услышал звук заводящейся пилы И почувствовал, как она разрезает свод его черепа Он зажмурился, закричал И начал молиться Он громко выкрикивал молитвы И старался думать о счастливых днях своей жизни 1, 2, 3, 4 Глава пятнадцатая Мистя лежала на столе безвольной куклой Бак изнасиловал ее гаечным ключом, вантусом и теннисной ракеткой Перед тем, как взять очередной предмет Он бил ее по лицу Волосы Мисти прилипли к лицу Оно было покрыто запекшейся кровью, грязью и потом Левый глаз полностью заплыл Но правый Правый был широко открыт Губы и Десна, после того, как Бак вырвал ей зубы Превратились в кровавое месиво Нос, судя по ощущениям, был сломан Мист всегда гордилась тем, что она была бойцом по жизни Она никому не позволяла командовать собой Никто не мог поднять на нее руку безнаказанно Один тип попытался Год назад в клубе Остин Перед ней начал танцевать незнакомый парень Мистя проигнорировала его Но ее бойфренд истолковал это совсем по-другому Он вытащил ее из клуба и дал пощечину Это был первый и последний раз, когда мужчина поднял на нее руку До этого дня, разумеется Когда парень ударил ее, она выхватила перцовый аэрозоль Что всегда носила с собой И выпустила струю ему в глаза Прежде чем уйти, она врезала ему по яйцам Потом Мистя рассказала о случившемся своим старшим братьям Несмотря на ее протесты, они нашли его и хорошенько обработали Больше она ничего об этом парне не слышала Теперь все изменилось Мистя и представить себе не могла, чей что ей придется пройти за последние несколько часов Ее насиловали всевозможными способами Сквозь перенос слез и закрытый глаз она видела бака А что ж, чертовка Мне сказали, что ты крепче предыдущей Но ты продержалась даже меньше Я имею в виду, что в тебе не осталось бойцовского запала Ты сломалась гораздо быстрее, сказал он Мистя тупо уставилась в окружающее пространство Бак точил громадный нож Знаешь, у меня есть идея Всегда хотел попробовать Ты идеально для этого подойдешь Сказал он Бак встал Он схватил Мистя за волосы и потащил ее в угол Бак взял наручники и заковал руки девушки спереди Прямо над головой Мисти висел мясной крюк Бак приподнял Мисти над землей и повесил ее на крюк за наручники Мистя болталась, с трудом держась лишь на одних руках Бак взял нож и поднес к ее лицу Вот теперь не дергайся, будет немного больно Сказал он и начал резать ножом ее талию Бак начал с пупка Он провел ножом вокруг ее правого бока Затем на спине И завершил порез там, где начал Мистя кричала и молотила его ногами Но несмотря на это, Бак смог сделать идеально ровный порез Черт, у тебя еще остались силы драться Рассмеялся мучитель Бак сунул пальцы в разрез, ручьями потекла кровь Он принялся руками сдирать кожу с мышц и костей девушки Бак стянул с нее кожи столько, сколько смог Крики Мисти потонули в треске и хлюпанье разрываемого кожного покрова Бак продолжил сдирать с нее кожу такими движениями Словно снимал трусы У Мисти уже обнажились окровавленные ягодицы Бак сдирал кожу дальше, уже с бедер С каждым рывком Бак все больше потел и стонал Мистя продолжала кричать и пинаться Но чем больше с нее слезала кожа, тем больнее ей становилось Девушке казалось, что ей оторвали ноги Боль была столь нестерпимой, что она не знала, сможет ли ее выдержать Больнее всего кожа слезала с ее вагины и половых губ Мистя кричала нечеловеческим голосом Наконец Бак содрал кожу с ее лодыжек Мистя старалась не смотреть вниз Ей не хотелось видеть, что он с ней сделал Бак встал и оглядел ее, восхищаясь своей работой «Вау, а выглядит не так, как я думал», — сказал он Мистя перестала кричать Она просто висела и скулила Надеясь, чтобы он наконец убил ее «Интересно, что ты при всем этом чувствуешь?» — сказал он И спустил штаны, обнажив свой изувеченный член Он успел помыть и забинтовать его Бака явно обрадовала, что пенис не сильно пострадал Здоровяк подошел к ней сзади и положил руку на плечо Затем его член проскользнул в ее окровавленную вагину Бак начал дергаться бедрами «Черт, это и правда хорошо», — сказал он «Пожалуйста, просто убей меня, пожалуйста», — умоляла Мистя «Да нет, это ж здорово, мне нужно будет тебя сохранить А теперь закрой хлебало, пока я в тебе», — сказал он, пыхтя позади нее «Может, потом отдам тебе доку, он тебя обратно зашьет, и мы продолжим веселье» Глава шестнадцатая Хорхе вышел на крыльцо, солнце клонилось к закату За домом оказался небольшой лагерь, который не было видно из окна Несколько маленьких палаток, стоящих в ряд Хорхе решил, что именно тут спят рабы Это казалось ему диким Настоящие рабы здесь, в современной Америке Это было так И он теперь один из них «Что с тобой случилось?» — спросил Луис, окинув взглядом Хорхе Он уже надел свои плавки спида, а Хорхе был все еще голым К ним подошли другие рабы, четверо или пятеро мужчин и одна женщина Она выглядела старше остальных, ее тело сильно исхудало «Да она рехнулась, постоянно током била», — сказал Хорхе «Это он?» — спросил другой раб, коренастый латиноамериканец «Он мне не нравится», — сказал низкорослый «И ты обосрался?» — спросил Луис «Я ничего не мог поделать, она меня била током, еще потом отлезать заставила» «Ты хорошо позаботился о маме?» — спросил коренастый «Я что?» — спросил Хорхе «Хорошо ли ты позаботился о маме?» — повторил он «А ты кто такой?» «Я Бенза, а ты, мать твою, кто?» — ответил коротышка Хорхе отметил, что у Бенза был женоподобный шепелявый голос То ли он стал так говорить, когда стал рабом, то ли всегда так говорил «Я Хорхе» «Ну что ж, позволь сказать тебе, Хорхе Мы должны заботиться о маме Мы относимся к маме с любовью и уважением И это точно не включает в себя завалиться к ней перемазанным в говне «Почему ты называешь эту чокнутую сучку мамой?» — спросил Хорхе Бенза встал напротив него, лицом к лицу Вернее, лицом он доставал Хорхе лишь до груди «Будь поосторожнее, милый мальчик Уж я тебя заткну нахуй!» — сказал он «Ребята, хорош, Хорхе Давай я тебя из шланга полью, от тебя дерьмо морозить, серьезно!» — вмешался Луис Он повел Хорхе к шлангу и повернул вентиль Хорхе аж подпрыгнул, когда Луис окатил его струей А ледяная вода вылетела под сильным напором Она сжарила его, как сотни пчел Хорхе несколько раз повернулся, пока поток воды не смыл с него подсохшее дерьмо Наконец он полностью отмылся Юноша был не в восторге от такого душа Но смыть говно и запах старухи оказалось настоящим счастьем «Не бойся, Бенза», — сказал Луис «Он всегда защищает гильду» «До такой степени, что мама и называет» Похоже, он к ней привязался Несколько других рабов тоже Что-то вроде Стокгольмского синдрома Знаешь, когда жертва становится на сторону похитителя?» «Ну да, я слышал этот термин», — сказал Хорхе «Мы живем в этих палатках» «Ну да, здесь спим» «Ночью тут около девяносто градусов» «Ссылка, девяносто градусов по Фаренгейту Это примерно тридцать три градуса по Цельсию» «Да», — сказал Луис «Хреново» «Сколько ты уже здесь?» — спросил Хорхе «Я потерял счет, около года Бенза еще дольше, несколько лет» «Господи боже, что это за город?» «Я имею в виду, как они умудряются тут так жить» «Откуда вообще эти люди?» — спросил Хорхе «Понятия не имею, дружище Я просто делаю все, чтобы выжить» «Думаешь, она тебя отпустит?» «Она старая, когда-нибудь умрет Надеюсь, когда это произойдет, я отсюда и выберусь Не думаю, что кому-нибудь удастся найти этот город Никто не знает о его существовании» «Вот дерьмо», — сказал Хорхе «Кроме шуток», — ответил Луис Вдалеке раздались выстрелы «Кто-то стреляет, и часто тут такое?» — спросил Хорхе «Раздался еще один залп» «Не очень», — сказал Луис Снова раздались выстрелы «Пойдем-ка в палатки» Они побежали на другую сторону двора Луис указал ему на одну из палаток «Тут же урон, теперь она твоя», — сказал он Хорхе встал на четвереньки и заполз внутрь Вдалеке опять раздались выстрелы Он решил, что шериф или еще кто-нибудь застрелил раба Хорхе подумал о Мисте Жива ли она? Ее отправили к некому типу по имени Бак Судя по всему, он жил в глуши даже по меркам этого городка Хорхе постарался не думать о том, что с ним могут сделать В глубине души он надеялся, что стреляют пришедшие им на помощь люди Глава 17 Диана шла за Мирандой вниз по улице Ее компаньонка держала перед собой ружье Как она и сказала, полицейская машина Элвиса стояла на перекрестке в квартале отсюда Миранда открыла дверь Диана села на пассажирское сидение Она была все еще голой, но стыдливость осталась далеко позади Миранда прыгнула на место водителя и вставила ключ в зажигание Когда она завела машину, заднее стекло разбилось от выстрела А черт, шериф вернулся, крикнула Миранда Давай выбираться отсюда, сказала Диана Миранда завела машину и нажала на газ Она понятия не имела, куда едет Но идея убраться подальше из этого утонувшего среди скал городка Казалась хорошим началом Все дороги были грязными Машина оставляла за собой клубы пыли Миранда ехала по городу Позади раздалось еще несколько выстрелов Но ни один не достиг цели В 50 ярдах впереди на дорогу вышел человек в бейсболке с винтовкой в руках Он целился в них Миранда нажала на газ Диана прыгнулась Мужчина выстрелил Пуля попала в ветровое стекло справа, но никого не задела Мужчина перезарядил винтовку и снова прицелился На этот раз Миранда свернула в сторону и сбила его Машина подбросила мужчину вверх Он приземлился на крышу автомобиля и отлетел в сторону Диана увидела, как он рухнул на дорогу позади них «Срань господня!» — крикнула Миранда «Ти видела?» «Да это безумие какое-то» Впереди показался крутой поворот Дорога уходила по спирали вниз по холму Диана забеспокоилась Машина ехала слишком быстро «Может быть, стоит сбавить скорость?» — спросила она «Дорога становится уже, а холмы очень крутые» «Черт, нет! Нам нужно сваливать нахер отсюда!» — сказала Миранда Через несколько поворотов машина выехала на грунтовую дорогу Следующий поворот был круче остальных Миранда сбавила скорость Но как только она повернула, машина покатилась вниз Автомобиль провернулся еще раз И приземлился в придорожную канаву Диана провалилась в пустоту Она ударилась лицом о приборную доску Затяла потолок и под конец об голову Миранды Она не знала, сколько была без сознания Несколько минут или секунд Миранда под ней зашевелилась «Эй, ты в порядке?» — спросила Диана «Думаю, да, но нога сильно болит» — сказала Миранда Диана посмотрела вниз Ногу Миранды зажала в рулевом колесе И развернула на 180 градусов «Совсем плохо?» — спросила она Диану «Ох, ну, не так, чтобы плохо», — соврала Диана «Небольшой перелом» «Болит ужасно», — простонала Миранда «Хорошо выглядите! У нас тут пара крыс в капкан попались!» Раздался бас шерифа Каттера «О, черт!» — сказала Миранда Шриф сунул голову в разбитое окно пассажирского сидения Держа в руке револьвер «Вы обе вылезайте! Не заставляйте вытаскивать вас оттуда!» — сказал он Диана выбралась через пассажирскую дверь Каттер схватил ее и заковал в наручники У Дианы тряслись ноги Она с трудом на них держалась Диана вздрогнула от одного его прикосновения Часть ее хотела, чтобы он просто пристрелил ее После всего того, через что ей пришлось пройти Одному богу известно, что сделают с ней теперь Шериф повел ее к машине Посадил на заднее сидение и закрыл дверь Каттер вернулся к сломанной полицейской машине И крикнул Миранде «Ты как, вылезешь или нет?» «Я не могу! У меня нога застряла!» «Думаю, она сломана! Мне нужна помощь!» — сказал Миранда «Ты, наверное, не знаешь, как тут решаются дела!» «У нас нет скорой помощи!» «Но для тебя у меня есть вот это!» Каттер подошел к своей машине и открыл багажник Он достал оттуда какой-то предмет и вернулся назад В руках у него была канистра с бензином Он занес ее над окном пассажирского сидения И начал заливать бензин в машину «Что ты делаешь?» — закричала Миранда «Прекрати! Это что, бензин?» «Он самый дорогуша! Больше тебе не нужно будет беспокоиться! Я сломала ногу!» — сказал Каттер и бросил канистру в машину Он достал из кармана спичечный коробок «Пожалуйста, не делайте этого! Ты не можешь просто оставить меня здесь! Мне словно ногу оторвало!» — умоляла она «Извини, дорогая, тебе следовало подумать об этом до того, как ты начала стрелять в моем городе и убивать его жителей Каттер зажег спичку, посветил ею, чтобы получше разглядеть все И бросил ее в машину Шриф шел обратно За его спиной Миранда издала самый страшный крик из всех, что Диана когда-либо слышала Она сидела в патрульной машине и беспомощно наблюдала Как заживо сгорает ее Последняя надежда на спасение Субтитры делал DimaTorzok Глава восемнадцатая Робби очнулся в клетке Но она отличалась от той, в которой он сидел до этого Это было меньше Здесь он мог только встать в полный рост Все тело от головы до пят превратилось в одно больное место Болью пульсировали конечности и даже лоб Робби помнил, как оказался на операционном столе Дока Но в какой-то момент потерял сознание Когда он сел, то почувствовал, что тело стало тяжелее, чем раньше Робби осмотрел себя Увиденное поразило его до глубины души Руки были покрыты проводами, металлическими трубками и причудливыми механизмами Он выглядел, как гребанная бракованная игрушка Робби постарался вытащить из себя провод Руку пронзила сильная боль Он почувствовал, что его ноги и плечи тоже покрыты странными приборами Робби встал Механизмы издали свистящий звук, словно запустилась какая-то гидравлика Эта клетка отличалась от предыдущей Прутья были гораздо толще и представляли собой единую сварную решетку Робби посмотрел на свой торс Его грудь и живот покрывали хирургические швы «А, наша звезда наконец проснулась!» Раздался вдалеке голос Дока «Что ты со мной сделал?» Спросил Робби «Я сделал тебя лучше Раньше ты был жалким человеческой А теперь ты машина Смертоносная Пусть он посмотрит, Сеймур!» Сказал Док-ассистенту Сеймур ушел и вскоре вернулся с большим зеркалом Он поставил его перед Робби Тот чуть не потерял сознание от собственного вида Его лоб вздулся, словно туда что-то поместили под кожу Робби потрогал его Там находилось нечто толстое и твердое Док изуродовал ему всю голову На шее Робби увидел ошейник с проводами К его торсу прикрепили большой экзоскелет А затем зашили Теперь он напоминал бейсбольный мяч «Что за черня? Что ты на твое?» Закричал Робби «Я же тебе сказал, я улучшил тебя Я поместил тебе на свод черепа пластиковый раствор Теперь он затвердел и стал как настоящий шлем К твоим костям я прикрепил экзоскелет Он придаст тебе сил и даже будет работать как броня А шейник с шокером Это на случай, если ты вздумаешь напасть на меня или моих ассистентов В твоем теле к самому сердцу я подключил микрочип Если ты решишь снять ошейник Я наберу код на моем смартфоне и твое сердце сразу остановится Док указывал на разные части тела Робби По мере рассказа Я очень предусмотрителен «Что за хрень? Зачем все это?» «Ты мой новый боец И ты продемонстрируешь свои способности через несколько минут Сеймур покажет тебе дорогу» «Боец?» – спросил Робби Сеймур открыл дверь клетки «Сюда, за мной!» – сказал он Робби пошел за ним по темному коридору Он двигался медленно, тело стало тяжелым Каждый шаг и движение отдавались болью Вскоре они прибыли на место Сеймур открыл двойные двери И они прошли дальше Теперь Робби окружил свет прожекторов И его окружало около двух дюжин людей На другом конце зала стоял парень У которого были такие же приборы на теле «Что?» – спросил Робби «Это твой противник!» «Вот, тебе это понадобится!» – сказал Сеймур И протянул Робби большой мачете И он же не заметил, откуда он его достал Сеймур растворился в веселящейся толпе Робби смог различить, что они кричали «Убей его! Порежь его на куски! Надери ему задницу!» Робби посмотрел на противника Тот тоже выглядел смущенным и напуганным Они подошли ближе друг к другу «Я не хочу бить его!» – сказал Робби «Я не хочу с тобой драться! Я хочу выбраться отсюда! Я тоже!» До того, как они успели продолжить беседу Сработали ошейники И они оба упали на землю, корчась от боли «Я не собираюсь с ним драться!» – крикнул Робби Ошейник заработал снова На этот раз дольше и сильнее «Деритесь!» – крикнул голос из толпы «Деритесь, или я буду бить Востоком! А если мне это надоест, то я остановлю ваши сердца!» «Не заставляй нас!» – крикнул Робби «Я только не знаю его!» До того, как Робби успел продолжить свои мольбы Он услышал гидравлический свист Его противник бежал на него с занесенным над головой мачете Робби увернулся как раз в огонь Он откатился в сторону и вскочил на ноги «Прости, приятель!» – сказал незнакомец «Я тоже этого не хочу, но не собираюсь страдать и умирать ради тебя» Он снова побежал на Робби На этот раз мачете полоснул юношу по экзоскелету на предплечье Наконец, шипящим звуком Робби занес мачете И обрушил его на незнакомца Толпа начала аплодировать Глава девятнадцатая Хорхе ворочался и метался в палатке Ему не предоставили даже спального мешка, только одеяло Но не это оказалось самым ужасным В палатке был жаркий и удушливый воздух Пот стекал у Хорхе по лицу, он никак не мог удобно лечь Так все и продолжалось, пока в палатку не сунул голову Бензу «Идем, красавчик, мама хочет нас видеть», — сказал он «Зачем?» — спросил Хорхе «Не знаю, мы ее не спрашиваем, давай, идем уже» Бензу исчез Хорхе выпался из палатки Он увидел, что вокруг дома стоят остальные рабы «Вы все собрались?» — спросил Луис Было темно, только фонарь на веранде давал немного света «Окей, думаю, да, идем внутрь» Луис открыл дверь, и все они зашли в дом «Все сюда!» — раздался голос гильды Рабы вошли в гостиную, старуха сидела в своем кресле «Встаньте в ряд, близко друг к другу, чтобы я видела всех» Рядом с креслом стояла горящая лампа Все рабы были голыми, группа мужчин и одна женщина Этой ночью случилось нечто ужасное Пара рабынь пыталась сбежать из этого чудесного городка Они убили нескольких жителей, включая помощника шерифа Элвиса К счастью, рабынь поймал шериф Каттер Одну он убил, а другую схватил «Это маленький мирный городок!» «Мы не привыкли к такой жестокости!» «Она что, блядь, издевается?» — подумал Хорхе «Что если Мисти была из тех рабынь?» «Или они с Дианой сбежали вместе?» «Теперь понятно, что за выстрелы он слышал раньше» Гильда назвала этот городок мирным, смех да и только «Я очень огорчена этими событиями «Городу понадобится некоторое время, чтобы залечить раны «Мне нужно отвлечься от мрачных мыслей «Нужно, чтобы вы, хорошие ребята, развлекли меня!» — сказала она «Я мало проводила времени с Брэндой в последнее время «Я хочу, чтобы вы оттрахали ее всем скопом!» «Я хочу, чтобы в каждой ее дыре был по члену!» Брэндой звали рабыню Бедная женщина отступила на несколько шагов Когда Гильда сказала, что хочет «Не получится! При всем уважении моем Я не смогу этого сделать!» — сказала Брэнда «О, ты сделаешь!» — сказала Гильда «Нет, пожалуйста!» Но Гильда уже включила шокер Брэнда рухнула на пол, ее тело извивалось и дергалось «Вперед! Хватайте ее, мальчики!» — крикнула Гильда Всего их было пятеро, двух других Хорхи по именам не знал Рабы окружили Брэнду, вскоре она перестала дергаться Хорхи стоял возле ее головы, Луис присел у ног женщины Брэнда посмотрела на Хорхи В ее глазах он прочитал лишь «Не делай этого!» «Но если они не сделают, один бог знает, что Гильда сделает с ними!» «Прости!» — сказал он и принялся массировать свой член Луис уже засунул свой ей в вагину И начал медленно двигать бедрами «Не так!» — сказала Гильда «В задницу!» Брэнда встала на четвереньки Луис вошел в нее сзади Брэнда взяла в рот член Хорхи Она сосала и облизывала его Теперь ему не казалось этой изменой Мисти У него ведь не было выбора А после того, что Гильда заставляла его делать Это казалось чем-то хоть отчасти нормальным Гораздо лучше Хорхи закрыл глаза и попытался представить, что это делает Мисти И даже стал получать удовольствие Он открыл глаза и увидел, что Брэнда дрочива члены других парней Одновременно отсасывая ему, а сзади ее трахал Луис Что-то подсказывало Хорхи, что Гильда уже не первый раз заставляет их делать такое Возможно, она и сама когда-то испытывала подобное Что если она сама была на месте Брэнды, и ее тоже насиловали? — Бенза, — сказала Гильда, — души ее — Простите, мама? — спросил Бенза Брэнда остановилась и посмотрела на Хорхи В ее глазах читался неподдельный ужас — Ты не ослышал души, сучку, этим? Гильда бросила ему ремень с готовой петлей Брэнда посмотрела на Бенза Он обернул ремень вокруг ее шеи — Прости, женщина, — сказал он — Мама так приказала И затянул ремень Луис продолжал трахать ее в зад Бенза затягивал ремень все туже Глаза Брэнды вылезли из орбит Язык вывалился изо рта Несчастная женщина потянулась к ремню, желая ослабить хватку Но Бенза держал ее крепко — Давай, сынок, души шлюху, хорошенько души! — кричала Гильда, сидя в кресле Веселье Гильды раззадорила Бенза Он улыбался и затягивал ремень все туже Брэнда издала жуткий хрип Она пыталась вдохнуть, но не могла Все длилось не более двух минут Тело женщины обмякло До этого Луис успел кончить ей в рот Он вытащил из Брэнды свой член и сел на пол Брэнда упала на пол лицом вниз Хорх проверил пульс — Она мертва, — сказал он — Бенза убил ее — Хорошо, а теперь продолжайте трахать, — сказала Гильда — Что? — спросил Хорхе — Она еще тепленькая Втыкайте в нее члены и продолжайте трахать Только меняйтесь местами Вы все вперед! Бенза посмотрел на Хорхе и подмигнул — Ты следующий, красавчик У меня рук свело, — сказал он — Давай, давай, мальчик! — кричала Гильда — Сучка остынет, если будешь долго копаться Никому ведь не нравится холодная мертвая пизденка Хорхе пристроился сзади между ног Брэнды, раздвинул их и вошел в нее Она была все еще мокрой после Луиса А может быть, у него просто не пропало возбуждение От этой мысли Хорхе чуть не вырвало Он закрыл глаза и постарался думать о Мисти Он двигал бедрами, трахая мертвую женщину Он не мог ей помочь Но его согревала мысль Что Брэнде, возможно, еще повезло Глава двадцатая Мисти беспомощно висела на крюке Она была все еще жива Но сознание покинуло ее Бак сидел за столом И играл с ее содранной кожей Ноги Мисти полностью лишились кожного покрова Он остался лишь на ступнях Бак срезал содранную кожу в районе лодыжек Начиная от талии У Мисти обнажились мышцы, кости и кровь Выглядело так, будто она надела на ноги мясные ботинки Чартовка, у тебя славная кожа, гладкая Сказал Бак Может, мне стоит выдубить ее и шить себе ремень или хорошие ботинки? Просто убей меня Прошептала она Что? Убей меня Просто убей Сказала она уже немного громче Хорошо Я убью тебя Можешь не беспокоиться Когда буду готов Но пока еще нет Зачем ты это делаешь? Мы все такое делаем Таков этот город Сказал Бак Что это за место? Мести постепенно приходила в себя Тело болело гораздо меньше То ли от шока То ли от повреждения нервных окончаний Этому городу около пятидесяти лет Гильда была одним из основателей Думаю, твой парень сейчас у нее Основала городок группа хороших людей Которых достало то, как живет окружающий мир А как он живет? Цивилизованно? Мы цивилизованные Все, кто жил во времена гильды Пострадали от нелегалов У моего дедушки Убили весь скот и разорили земли Его раньше находилось возле границы Никто даже не пошевелился И так происходило все время Однажды его жена, моя бабушка Вышла поздно ночью принести воды И столкнулась с ними Они не убежали, нет Они схватили ее, избили Потом изнасиловали Потом снова избили А потом разрезали на куски Она была еще жива, когда ее нашли Умерла через несколько часов И была в сознании все это время Впервые, несмотря на то, что Бак с ней сделал Он показался мистить человеком А не только животным-садистом Он вырос в этих местах И считал такое нормой У нее не было причин ненавидеть его как человека Осталась лишь ненависть за то, что он сделал Мне жаль, что так случилось Сказала она Но не все латиноамериканцы нелегалы И не все нелегалы такие жестокие, как те Ох, неужели? У гильды ограбили и убили мужа И многим другим нанесли вред Убили, изнасиловали Как ты это называешь? И все это сделали нелегалы Правительству США было наплевать Поэтому люди объединились И переехали сюда И у них было одно единственное правило Убивать всех мексиканских нелегалов Что переходят нам дорогу И мы делаем это По сей день Но ни я, ни мои друзья Не нелегалы Все мы родились в Техасе И мы к вам не ехали Мы были на шоссе Мы даже не знали о существовании этого места Бак улыбнулся И погрозил ей кончиком ножа А вот тут ты ошибаешься Официально ты, может, и легализовалась Но готов поспорить Твои родители или дедушки-бабушки Не были Они проскользнули через границу Наплодили своих смуглых отпрысков И стали гражданами Америки А это неправильно Так что вы здесь Потому что кто-то нарушил закон Сказал он А здесь, в аду Мы творим наш собственный закон Находим нелегалов Или тех, кого можно так называть Захватываем И делаем рабами Гильда использует их для работы по дому Док на них экспериментирует Другие просто развлекаются А я Ну что ж Теперь ты знаешь, что я люблю делать Бак обнажил свои гнилые зубы Да это все чушь собачья Ты когда-нибудь выезжал из города? Нет Мне это не нужно Раз в месяц Сруй берет свой грузовик, чтобы привезти из города Топливо, оборудование Еще что-нибудь Вот и все, что нам нужно Нам не нужны причудливые городские штуковины У нас здесь есть все необходимое Да вы все чокнутые уебки Ты посмотри на меня Посмотри, что ты со мной сделал И ты называешь вас всех мирными жителями? Спросила она издевательским тоном Ты меня распотрошил, это уже не исправить Но ты же собираешься меня убить? Почему бы не покончить с этим прямо сейчас? О, не волнуйся Ты скоро умрешь Но... Бак встал и потянулся Затем отбросил ее кожу в сторону Ладно, хватит тебе просвещения на сегодня У нас еще есть работа Так какую часть тела тебе отрезать? Даю тебе право выбрать Что? Я сказал, что собираюсь отрезать тебе чего-нибудь Но даю тебе право выбрать, что именно Так что ты хочешь, чтобы я отрезал? Хочешь, титьки отрежу? Они у тебя симпотные Нет, я хочу, чтобы ты меня отпустил Закричала Мисти О, как А минут назад ты умолял меня тебя убить Какие вы сучки латинцев переменчивые Бак задумался, приложив нож к щеке Придумал, сказал он Бак подошел к Мисти Схватил ее за волосы с правой стороны И начал срезать их Он посмотрел на клочья в своей руке И бросил их на пол У девушки обнажилось правое ухо Бак схватил его и начал резать Мисти кричала Через несколько секунд Бак отделил ухо от ее головы Он посмотрел на него и показал девушке У тебя маленькие ушки Была у меня девчонка У нее оба уха были огромными, как крылья Бак отбросил ухо в сторону и вышел из комнаты Мисти висела Из отверстия в голове текла кровь Она заливала лицо и шею Бак вернулся с ведром чего-то напоминающего белый порошок Тебе понравится, поверь, сказал он Бак схватил пригоршню белого порошка И бросил на ее ободранные ноги Это оказалась соль Ноги Мисти пронзила жгучая боль Соль безжалостно терзала ее открытые раны Бак бросал пригоршню за пригоршней Девушка кричала и извивалась Вот так, сказал он Что-то я не слышу твои болтовни, а? Хорошо, да? Бак расхохотался Он поставил ведро на пол и подошел к шкафу Он открыл его и достал оттуда дрель с длинным сверлом Бак поднял ее вверх и несколько раз включил Здоровяк снова захохотал Окей, теперь начнется настоящее веселье, сказал он Бак приставил дрель к голове Мисти И нажал на кнопку Глава двадцать первая Диана сидела на заднем сидении машины шерифа Они ехали обратно в город Она знала, что не вернет скрою и скутер Потому как они оба уже мертвы Чем ближе становился город Тем больше Диана проклинала себя За то, что не вынудила каттера пристрелить ее Хотя даже то, что он сделал с Мирандой Было бы для нее предпочтительнее Размышления о том, какой быть лучше Живой или мертвой Натолкнули Диану на мысль Что когда настанет время Решиться отнюдь непросто Машина заехала в город И остановилась возле здания, куда забрали Робби Это зажгло в ее душе искорку надежды Возможно, она снова увидит своего парня Это дом Дока О нем часто говорили со страхом и трепетом Возможно, Робби был уже мертв Даже если Док убьет и ее То они все равно воссоединятся Хорошо, сказал каттер, открывая дверь Вываливайся Мы приехали к твоему новому и последнему дому Его крупная ладонь обхватила ее левую руку И вытащила наружу Диана была голой и грязной Шериф потащил ее в дом Диана закричала, когда увидела ужасы, висящие на стенах по всему зданию Заткнись Тебе это нисколько не поможет Черт, может, док просто зашьет тебе рот, как нескольким другим Сказал каттер Диана замолчала, когда шериф подвел ее к клетке Шериф, очень рад вас видеть, сэр Это для меня? Раздался голос со стороны стола Диана решила, что это и есть док Конечно, док Она сбежала, убила старину Роя и его племянник Скутера Да еще и их кузенов Ну что ж, это нехорошо Тащи ее к столу Она выглядит молодой и здоровой У меня есть для нее кое-что, сказал док Каттер подтащил Диану к столу и снял наручники Его рука все еще крепко сжимала ее запястье Она заметила, что стол покрыт засохшей коричневой коркой Наверное, это кровь Они оба были сильными мужчинами Поэтому, несмотря на сопротивление, быстро привязали руки Дианы ремнями к столу Док поднял ноги девушки и зафиксировал их специальными ремнями Что вы делаете? Спросила Диана Это будет быстро, дорогуша И почти не больно По крайней мере, не сразу Звучало не слишком успокаивающе Док отошел на несколько минут Он вернулся с длинной трубкой в зубах Она была наполовину заполнена красно-зеленой жидкостью Что это? Спросила Диана Кое-что Ответил док и нагнулся к ее раздвинутым ногам Он засунул холодную трубку в вагину Дианы Док заталкивал ее все глубже К холоду прибавилась еще и боль Наконец, он перестал засовывать ее Диана почувствовала, как в нее затекает густая жидкость Странная субстанция сильно жгла, протекая по шейке матки Жгучая боль все нарастала Жжет! Что это? Что ты со мной сделал? Скоро узнаешь Я сам улучшил эту формулу Это честь для тебя Сказал док Он вытащил трубку и расстегнул все ремни Диана подумала, что появился шанс попытаться сбежать Ведь доктор стар Док сгреб ее в охапку и помог встать Так, осторожнее, формула действует Ты почувствуешь слабость, немного закружится голова, но через несколько часов ты станешь новой женщиной А теперь тебе нужно отдохнуть Где Робби? Спросила Диана Кто? Робби, мой парень Его к тебе раньше привезли Ах да, сильный молодой парнишка Он в порядке Даже лучше, чем был Он обновился Он стал еще совершеннее Теперь он принимает участие в знаменательном событии Ой, не волнуйся Если он выдержит, то когда ты отдохнешь, вы снова увидитесь Это будет прекрасно Он не говорил, что у него есть девушка Это же просто замечательно Док уже почти визжал от восхищения Диана его восторга не разделяла Если он усовершенствовал Робби так, как она видела до этого То не стоило надеяться на их скорую встречу У нее заболел живот Док вел Диану к клетке Похоже, уже начало действовать Превосходно Давай сюда, заходи Он толкнул ее в клетку и запер дверь Ты запрешь меня тут, как какое-то животное? Воскликнула Диана Ты не животное, дорогуша Это для твоей же безопасности Там в углу есть одеяло Так что тебе будет комфортно Поверь мне Док подмигнул И скрылся во тьме Диана взяла одно из одеял И завернулась в него Впервые после прибытия в этот город Она чем-то прикрыла свое тело Что бы с ней не сделал Док Она надеялась, что эта трубка Последняя, что побывает в ее вагине Глава 22 Робби взмахнул мачете и ударил приближающегося противника в металлический экзоскелет Вспыхнули искры, противник быстро оклемался и толкнул Робби, повалив его с ног Экзоскелет оказался тяжелее, чем Робби себе представлял Теперь противник стоял над ним и нанес удар Робби не успел среагировать и мачете угодила ему прямо в лоб Робби закрыл глаза, думая, что его жизнь подошла к концу, такому жестокому и внезапному Вместо этого он испытал странное чувство Металл ударил его в лоб и завяз там Робби открыл глаза и увидел, что мачете застрял у него во лбу Противник наступил ему ногой на грудь и отчаянно пытался вытащить оружие Робби отбил его ногу и перекатом встал на ноги Он протянул руку и вытащил мачете из-за лба Крови на клинке почти не было Сначала Робби с удивлением посмотрел на мачете, пытаясь понять, почему нож не причинил ему вреда Но затем вспомнил, что док заделал его череп мягким пластиком Наверное, поэтому У противника голова тоже была деформированной А безоруженной он стоял и смотрел на Робби, у которого теперь было два мачета Юноша побежал на него размахивая ножами Противник отшатнулся, выставив перед собой руку Робби бил клинками по его руке Каждый удар взрывался искренне Противник споткнулся о барьер, разделяющий его со зрителями Робби замахнулся, хотел положить конец этому бою Где-то глубоко внутри он надеялся, что его отпустят, если он победит Хотя ничего не предвещало такого поворота событий Робби решил изменить направление Вместо того, чтобы ударить сбоку Он вонзил мачете в прорезь между экзоскелетом и животом Он провернул нож и вытащил его Противник схватился за рану и повалился на землю Вокруг него вскоре образовалась большая лужа крови Робби возвышался над поверженным противником Незнакомец посмотрел на него Пожалуйста, не надо Взмолился он Держать Мне тоже Сказал Робби и ударил его в шею Мачете пробил ее лишь на четверть Противник захрипел и с шеи хлистала кровь Робби ударил еще несколько раз И голова незнакомца покатилась вниз Толпа веселилась, глядя на нее Сэймур подошел к Робби И хлопнул его по экзоскелету Отличная работа, сказал он Ответил Робби Он до сих пор не понимал, как же так случилось О нет, мой друг Это был один из лучших боев за последнее время Превосходное развлечение Гораздо лучше того, что у нас тут есть Сказал Сэймур Ты что, блядь, издеваешься? Сказал Робби Он оглянулся и увидел ревущую толпу Робби нащупал порез на своей голове Он был глубоким, длиной в несколько дюймов Но вокруг него был только пластик Видишь, сказал Сэймур Док свое дело знает Такой удар любого бы свалил Но благодаря его улучшениям У тебя всего лишь небольшая царапина А теперь идем туда У Дока есть для тебя сюрприз Господи Иисус Я думал, уже все сюрпризы сегодня видел Сказал Робби Он уже подумывал о том, получится ли Прирезать Сэймура, а потом прорваться Через толпу психов Но вспомнил об ошейнике со встроенным шокером И Чипе в сердце Робби не знал, сможет ли вынести такую жизнь По крайней мере, из него не сделали живое кресло Вдвоем они прошли по коридору Этот был гораздо длиннее предыдущего У двери их встретил доктор А вот что ж, я слышал, ты выиграл соревнования? Сказал док Не думаю, что это можно назвать соревнованием Я бы нашел уродов Сказал Робби О, теперь ты особенный молодой человек Не стоит ненавидеть себя таким Прими это Ты велик Ты способен на великие дела Что за великие дела? Отрубать людям головы в этом ебаном кайдере? Ты прав Я попаду в историческую хронологию Усмехнулся Робби О, ты изменишь свое мнение Так или иначе У меня есть кое-что особенное для тебя Только не бесись, когда войдешь туда Нужно завершить некоторые приготовления Но это Это нечто особое Впервые это произойдет в чудесном городке ад Ты будешь гордиться Что ты часть этого Сказал док Часть чего? Ты нифига не обискаешь Увидишь Сказал док Он проследовал в главную комнату Затем подошел к клетке, где раньше сидел Робби Там лежала женщина, завернутая в одеяло Робби узнал Диану Видишь Сказал док Семья Воссоединилась КОНЕЦ Глава 23 Хорхи увидел, как Бензо и Луис по очереди насиловали труп Брэнда Гильда сидела в кресле с безумной ухмылкой на лице Они все неистово и трахали мертвую девушку Хорхи с трудом смог возбудиться на второй и третий раз Гильда заставила Бенза отсасывать ему, пока не встанет И Хорхи совсем не понравилось Хорошо Достаточно Сказала Гильда Вы мне наскучили Хорхи увидел у нее в руках пульт управления шокерами на ошейниках Его удивляло, почему никто из рабов никогда не пытался оглушить ее и завладеть им Хорхи вспомнил, как взорвалась голова этого раба, Рона Бенза, милый, сказала Гильда Да, мама, отозвался он Я так устала, не отнесешь меня в комнату, не уложишь кроватку Конечно, мам, сказал он и побежал к ней Луис и Хорхи, позаботьтесь о ее трупе, пока им не провонял весь мой дом Нам только недавно удалось почистить дом от дерьма Хорхи Такая мерзость Вынещите ее и закопайте Остальные Валить в палатки Двое рабов кивнули и вышли Хорхи и Луис вытащили тело Брэнда во двор Эй, прошептал Хорхи Почему вы с мужиками ничего не делаете? А что ты имеешь в виду? Спросил Луис Ну, Гильда, она же всего лишь старуха Неужели так трудно забрать у нее этот долбанный пульт и сбежать отсюда? Думаешь, я об этом не думал? Мы обретем его, снимем чертова шейник и убежим Мы голые, посреди почти безлюдной местности Хочешь бежать босиком по горам? Ну, удачи А эти люди все окрестные места знают А мы не знаем Несколько рабов пробовали сбежать Но всех поймали Каждый раз Черт, это случилось еще вчера Ты же слышал ее Луис посмотрел на ночное небо Да, я знаю Один из них точно был из моих друзей Но не знаю, какой именно Они поймали нас четверых Сказал Хорхи Ну что ж, беги Это не имеет значения Убьют они тебя при попытке к бегству Или поймают и отведут к доку Кто этот док, про которого мне все уши прожужжали? Спросил Хорхи Они шли по заднему двору вдоль забора Рядом с ними располагался небольшой сарай Луис зашел внутрь и взял пару лопат Одну он протянул Хорхи Они начали копать могилу Луис ответил на вопрос Хорхи Точно не знаю, кто он такой Может вообще выдумка Но ни один из тех, кого к нему отправляли, не вернулся Они говорили, что он ставит на людях эксперименты И уж точно не использует обезболивающие Он просто мучает тебя Но знает, как сделать так, чтобы ты оставался в живых Чтобы продлить твои мучения Думаю, больше выяснять и не нужно Но это же ненормально Я имею в виду даже подумать о том, что заставило нас сделать это психопатка Дальше они копали молча Когда яма была закончена Они сбросили туда труп Брэнды И начали засыпать его землей Это неправильно, сказал Хорхи Что именно? Оставить Брэнду здесь Закопать ее в яме Она заслуживает большего Как и все мы Сказал Луис Они закончили работу и пошли к палаткам Не зацикливайся на этом Просто поспи Будешь много об этом думать Сойдешь с ума Спасибо, сказал Хорхи Когда они вернулись Бенза уже шел из дома в палатку Хорхи забрался в свою Только он не уснул Он сидел и ждал Он не знал, сколько прошло времени Но, наконец, услышал храп в большинстве палаток Хорхи тихо вышел из палатки И прокрался к запасному выходу Он осторожно открыл дверь черного хода Она оказалась не запертой Хорхи осторожно прокрался в спальню гильды До того, как войти туда Он задержался на кухне И взял там большой мясницкий нож Гильда лежала, свернувшись в клубок Судя по всему, она спала Пульт лежал рядом с ней на ночном столике Хорхи обернулся Его насторожило то, как легко ему удалось пройти так далеко Но за спиной никого не было Хорхи тихо протянул руку И схватил пульт Глава двадцать четвертая Мистя лежала на полу, уставившись в потолок Там висел большой мясницкий крюк Она висела на нем И с ней лето было Она с трудом могла вспомнить Здоровяк просверлил ее голову дрелью До этого все казалось ясным А после того, как он закончил Нет Мистя посмотрела на свои руки Она уставилась на них, как младенец, который видит их впервые Стать девушка не могла Что-то случилось с ее ляжками и ступнями Но она никак не могла вспомнить, что именно Недавно они сильно болели, но теперь вообще не чувствовались Здоровяк стоял возле нее Он с любопытством разглядывал истерзанную девушку «Слышишь меня?» Спросил он «Слышу тебя?» Отозвалась Мистя Ее голос звучал словно издалека «Думаю, я задел тебе мозг, когда играл дрелью в твоей голове Помнишь свое имя?» «Дрель, голова, твое имя», ответила она «От черт, я не убил тебя, как сначала подумал Но теперь придется» «Убил, сейчас подумал», – пробормотала она «Черт, я же тебя крут выбыл, да?» Раздался стук в дверь Здоровяк, чье имя она никак не могла вспомнить Пошел открывать Как же его звали? Чак, Бак, Дак, что-то вроде того В дверях стоял долговязый шериф Она видела его, но не помнила, где именно «Эй, Бак!» – сказал шериф «Слышал, что вчера произошло?» «Нет, слышал выстрелы, слышал, как переполох поднялся» «Одна новенькая, которую я подобрал И подружка твоей сучки расстреляли роя из скутера Убили еще несколько жителей городка, включая моего помощника Пытались сбежать на тачке, но я их поймал «Вот дерьмо, шериф, что с людьми творится?» «Никакого уважения к закону», – ответил Бак «И не говори, новенькая мертва, я поджарил ее задницу живьем» «А подружка этой сейчас у Дока Он для нее что-то хорошее приготовил Думаю, он собирается...» «Господи Иисус, ты что с этой сучкой сделал?» Сказал шериф, увидев, в каком состоянии мисте «Хотел посмотреть, что у нее под кожей» «Тьфу, сынок, я бы тебе сам рассказал, что там такое Но она твоя, делай что хочешь Что это она там себе все под нос лопочет» «Ну, я ей череп просверлил Хотел одним глазком взглянуть на ее мозги Но, думаю, слишком глубоко пробурил Теперь она все время так себя ведет» «Ну да, так получилось, она теперь умственно отсталая Будешь дальше с ней играть или грохнешь?» «Не знаю, наверное, посмотрю, сколько еще проживет После того, что я сделал А может, еще посверлю, чтобы в мозги заглянуть» «Что б не случилось, сынок, будь начеку Зашел рассказать тебе о случившемся Но сейчас все под контролем», — сказал катер «Спасибо, шериф, желаю приятно провести время» Шериф поправил шляпу и вышел Здоровяк присел рядом с мистей с ножом в руках «Как насчет того, чтобы отрезать тебе носик?» «Нравится?» — спросил бак Мистя огляделась и кивнула Бак поднял нож и приступил к делу Мистя только дернулась, даже не закричала Поэтому он легко отрезал ее нос «Черт, хорошо, думаю, я выебу твою голову», — сказал бак «А может, сделаю что-нибудь с этим?» Он взял нож и начал резать ей горло Мистя лежала неподвижно, когда бак разрезал ее шею В горло девушки потекла теплая кровь Она начала кашлять и хрипеть Мистя не понимала, что происходит Ей просто стало тяжело дышать Кровь затекла ей в глотку Тело девушки обмякло Все виделось, как в тумане Она молча смотрела, как мужчина отрезал ей голову Здоровяк постепенно исчез Образы становились все мутнее Мистя почувствовала, как все вокруг завертелось В уголках глаз вспыхнули искры Вдруг ей пришла в голову странная мысль С ней был еще один мальчик Или парень Кто-то, с кем она провела много времени Но она не могла вспомнить его имя До того, как она успела во всем разобраться Тьма поглотила ее Мистя умерла Глава двадцать пятая Диана выглянула из-под одеяла и закричала Над ней стояло ужасное существо Голова его была деформирована Вся в шрамах Она была покрыта каким-то металлом Который издавал шипящий звук Стоило голове двинуться Сказало существо Это я Робби Робби? Что с тобой сделали? Сказала она Диана села, прикрыв тело одеялами Она до сих пор чувствовала последствия манипуляций Дока Это Докса, твари Сделал из меня наполовину Кроботную наполовину Принцовскую тувану Я пришлось сажаться с другим парнем На мачете От этого Он из женщины сделал стул Что? Стул? Спросила Диана И покачала головой Это было уже Слишком страшно Хотя у Дианы Весь день прошел Страшно Ее избивали Насиловали Всеми возможными способами А теперь ее парень Предстал перед ней В облике Мутанта Франкенштейна Поверь мне Это трудно объяснить Это в порядке Что они с тобой сделали? Тебе не захочется это узнать Слишком мерзко Хотя На моих глазах Девушку посадили на огромный кол А потом сиели Собби не причинили в этом? Причинили Сказала Диана И отвернулась Я не хочу об этом говорить Да кто же со мной что-то сделал? У меня сейчас сильно болит живот Он мне что-то внутрь закачал Диана провела рукой по животу И согнулась Черт, блядь Болит, ацки Закричала она Вцепившись в живот Робби попытался присесть рядом с ней Но не смог держать равновесие Из-за экзоскелета Диана кричала все громче Она отбросила одеяло Обнажив свое тело Ее живот раздулся До размеров баскетбольного мяча Что за хуйня? Ты что бежишь меня? Спросил Робби Нет Я не знаю Я не знаю Что он сделал, бля Ее живот начал пульсировать Словно внутри него кто-то двигался Господи Иисус Робби бросился на клетку Не трогай ее Раздался голос Дока Он подошел к клетке И посмотрел на них Да Это всегда протекает болезненно Но вы будете вознаграждены Ты, блядь, называешь это наградой? Закричала Диана Ты видела Робби Видела, каким он стал Ты превратил его в монстра Нет Он совершенен Он больше, чем человек Во время операции я ввел ему свою сыворотку Содержащую витамины и гормоны роста Его сила увеличилась не только благодаря экзоскелету Он сам стал больше А еще я извлек его семя И смешал с семенем других Таких же, как Робби Также добавил гормонов роста И ввел тебе Сказал Док Диана и Робби выглядели испуганными Почему ребенок у вас так быстро? Спросил Робби Это благодаря гормону Ребенок родится поздно ночью Или этим утром Он станет взрослым за несколько лет Может быть, он будет даже сильнее тебя Крикнул Робби Я же сказал Вы будете счастливой семьей Увидите Вы будете жить даже лучше, чем до того, как попали сюда Почему ты любишь мучить людей? Спросила Диана Нет Я пытаюсь сделать то, что не смог бы сделать, работая в обычной медицинской сфере Им нужно только, чтобы я лечил болезни А я Я хочу сделать человека лучше Посмотри на Робби Разве он выглядит хрупким и слабым? Сказал Робби Нет, сынок Ты будущее человеческой эволюции Все эти годы я работал над этим Десятки лет А теперь Все это соединится вместе Диана закричала Ее живот снова начал пульсировать Она упала на бок и свернулась в позе эмбриона Сюда Мне нужно положить ее на кровать Ребенок скоро родится Я хочу убедиться в том, что его состояние стабильно Спросил Робби Надеюсь, да Ребенку нужна мать Они подняли Диану на руки и отнесли к столу Док положил ее на стол Робби держал ее за руку, надеясь, что она выживет Глава 26 Хорхе взял пульт управления и осмотрел кнопки Устройство оказалось чуть сложнее, чем он себе представлял Наверху была кнопка с надписью «Деактивировать все» Хорхе нажал ее Ничего не произошло Но он надеялся, что он деактивировал свой ошейник Хорхе взял в руки нож и начал срезать это устройство порабощения Хорхе обрадовался Его голова не взорвалась Он стоял в темноте и потирал шею Не верю, что теперь свободен от этого пыточного устройства Хорхе окинул взглядом спальню У него появилась идея Он подошел к большому шкафу и открыл его Там лежали ошейники, плоскогубцы и пластиковые приспособления Хорхе взял один из ошейников и вернулся к кровати Гильда не шевелилась Хорхе аккуратно надел ей ошейник и установил плоскогубцами зажимы Стоило им щелкнуть, как Гильда проснулась Что происходит? Ты что делаешь? Воскликнула она и потянулась за пультом Хорхе показал ей его Это ищешь? Спросил он Ты что собираешься делать? А на что это похоже? Я сделал тебя рабыней в этом шоу уродов Сказал Хорхе Ах ты мелкое дерьмо! Я вызову шериф, он тебе яйца отрежет, он... Она заткнулась, когда Хорхе активизировал ошейник и дал разряд Он держал кнопку несколько секунд, но этого хватило, чтобы старуха упала на обзначь и задергалась Когда она перестала, Хорхе снова нажал на кнопку и держал ее еще несколько секунд Прекрати я! Он снова дал разряд, на этот раз дольше Тебе это нравится? Ты чертова психопатка! Дорогой, я была добра к тебе Я никогда не делал тебе больно Зачем ты так поступаешь Со своей мамочкой? Гильда говорила голосом доброй старушки Сейчас она совсем была Не похожа на садистку, которой являлась На самом деле Фигня! Ты мучила меня! Ты убила Бренду! Заставила нас трахать ее мертвое тело! Я даже не хочу обсуждать То, что ты заставляла делать нас с Луисом! Ты не понимаешь! Ты не местный! Ты один из них! Ты никогда не поймешь! Сказала Гильда Один? Из кого? Ты один из спиков! Этих мерзких пожирателей бобов! Такой же, как те, кто убил моего мужа! Они избили его в говно! Пырнули ножом и оставили умирать! Он часами умирал от потери крови на жаре! А стервятники клевали его тело! Вы даже не люди! Вы ничто! Вы мерзкие, бешеные, досягомые! Гильда уже кричала Хорхи снова активизировал ошейник Старуха повалилась на кровать Она тергалась и подпрыгивала Давай! Убей меня, Шмик! Тебе никогда отсюда не вырваться! Шерилкатор поймает тебя! От него еще никто не уходил! Он отправит тебя к Доку! От Док тебя на куски порежет! Хорхи подошел к гильде И наотмашь ударил ее по лицу Достаточно сильно, чтобы свалить с ног Но чтобы не нанести сильных повреждений Он решил, что уже достаточно повозился с ней Хотя она заслуживала куда как больших мучений На этот раз он активизировал ошейник И держал кнопку почти пять минут Когда Хорхи почувствовал запах горелого мяса Он отпустил кнопку Он взглянул на гильду Она была мертва Ее рот и глаза были широко раскрыты Хорхи положил пульт И пошел к шкафу Он начал копаться там В надежде найти какую-нибудь одежду У дальней стенки стояла коробка Хорхи вытащил ее наружу Там оказалось немало шмоток Наверное, это была одежда рабов Своей Хорхи не нашел Но пара трусов, ботинок и футболок Хорошо ему подошли «Какого черта здесь происходит?» Раздался за спиной голос Бенза «Мама! Что ты сделал с мамой? Ты убил ее, сучонок!» Хорхи не успел среагировать Бенза подбежал и ударил его кулаком в лицо Хорхи попытался встать Но Бенза напрыгнул сверху И продолжал бить его Бенза был невысоким, но плотным и мускулистым Хорхи дотянулся до ножа, лежавшего рядом с коробкой Ему удалось обхватить его пальцами Он полоснул Бенза по груди Тот повалился на спину Хорхи хватил этой заминки Он столкнул противника с себя и вскочил на ноги Хорхи схватил с ночного столика пульт И активизировал ошейник Бенза Тот принялся кататься по земле Хорхи раздвинул ему ноги Взял нож И одним коротким взмахом Отсек Бенза член и яйца В лицо Хорхи брызнуло кровь Он отскочил, отбросив отрезанные гениталии в сторону Бенза громко кричал Из зияющей дыры вытекала желеобразная кровавая масса Он постарался встать на ноги, но упал ничком Вокруг его неподвижного тела растекалась большая лужа крови Хорхи вышел из дома гильды и увидел остальных рабов Они пристально смотрели на него Что происходит? Спросил Луис Гильда мертва Бенза тоже Вы все свободны Объявил Хорхи Свободны? Ты издеваешься? Ты знаешь, что ты натворил? Крикнул Луис Срань господня! Ты убил гильду? Спросил парень, стоявший за спиной Луиса Да я годами мечтал грохнуть эту суку Да, она мертва Вот пульт управления вашими ошейниками У нее в спальне осталась одежда Можете взять, что хотите А я собираюсь сбежать отсюда Сказал Хорхи А не лучше ли нам держаться вместе? Спросил Луис Тогда, если они поймают одного, то поймают всех Мы разделимся Некоторым удастся бежать Сказал Хорхи Ну, это хороший план Луис пожал Хорхи руку и хлопнул его по плечу Удачи тебе, брат Сказал он Береги себя Давай убираться отсюда Хорхи обошел дом Он решил прихватить с собой нож А в городе не было уличных фонарей Только несколько грязных дорог Хорхи шел по улице Стараясь скрываться во мраке Сначала он хотел найти Мисти Субтитры подогнал «Симон» Глава 27 Робби стоял рядом с Дианой Девушка продолжала кричать Тварь в ее животе рвалась наружу Робби помог доку привязать Диану к столу Чтобы она не причинила себе вреда «Что происходит?» Спросил Робби «Делайте же что-нибудь» «Я не могу Все, что мы сможем сделать Это ждать, когда дитя родится Смотри, что оно делает Оно само вылезает» Сказал док «Отдать ей что-нибудь ты не можешь Знаю, ты любишь мучить людей Но, блядь, это же для твоего творения» Так, дай посмотреть Док вышел из кабинета Затем вернулся со шприцом и флаконом Он наполнил шприц Подошел к Диане И ввел ей лекарства «Что это?» Спросил Робби Крики Дианы заглушали его голос «Это от боли Она уснет Но мы сможем наблюдать Когда ребенок будет готов» Спустя минуту или две Крики Дианы стихли А ее тело расслабилось Глаза девушки закрылись Она уснула Робби решил, что с ней пока все в порядке Ее грудь ритмично поднималась И опускалась Живот Дианы продолжал дрожать Тварь внутри продолжала делать То же самое, что и до этого Робби подошел к клетке И подобрал одеяло Он накрыл им Диану «Что это делать?» Спросил он «Не знаю Я сам с этим первый раз столкнулся» «Если она умрет Я убью тебя Мне-то плевать, что за чип ты мне всталю» Сказал Робби «Звучит неплохо Может быть, тебе стоит отдохнуть?» «У тебя был насыщенный день» «Я не собираюсь отдыхать Пока не удостарею, что с ней все в порядке» «Зачем ты это делаешь?» «Я хочу услышать ответ Что это за место?» «О, это долгая история» Сказал док «А у нас время не завалится» «Хорошо Этот городок построила группа людей Которые когда-то пострадали от иммигрантов В одних убили членов семьи Других ограбили Все они винили нелегалов Они объединились и образовали эту общину Некоторые испытали несказанные страдания Такие как изнасилование, убийство, избиение, сошение на кол Эти преступления совершали нелегалы Полиция не смогла их найти Тогда люди решили, что должны сами о себе позаботиться «И не оставали этот городок» Сказал Робби «Точно Это произошло примерно сорок или пятьдесят лет назад Они приехали сюда со своими семьями, чтобы начать новую жизнь» «Убивая лучших людей» Сначала этого не было Они переехали сюда в надежде, что никто здесь их не тронет Что они смогут жить мирно Но как-то раз одному из жителей понадобилось съездить в город, чтобы купить необходимые припасы На обратном пути группа мексиканских подростков, не знаю нелегалов или нет Попыталась поставить грузовик на домкрат и снять колеса Водителем был отец Роя На этот раз он был готов, он прихватил с собой оружие Старик застрелил одного из мексикашек, а двух других взял в плен и привез сюда Жители городка выместили на этих подростках всю свою ненависть Я тогда только недавно приехал сюда Они живьем содрали с них кожу Людям понравилось Вот тогда-то все и началось И стал передаваться из поколения в поколение «Ну да, это, блядь, серьезно А как ты улез во все это дел? Ты делаешь кошмарные вещи, однако Не похож на этих телевизионных» Да, долгие годы я был главой хирургии в больнице Сан-Антонио Еще занимался кое-какими исследованиями Хотел улучшить человеческое тело Поднять его на новую стадию эволюции Долгое время это было моей целью К сожалению, я решил любой ценой закончить исследование Я начал тестировать на людях свои гормональные препараты без их согласия Все шло неплохо, но как-то раз один из испытуемых умер Это было печально Все так хорошо начиналось Честно, я был уверен, что иду по верному пути Так я потерял работу, медицинскую лицензию Да и вообще все Проворчал Робби Да, я полностью осознаю свою вину К счастью, когда я навещал маму в Эль-Пассо Мне довелось повстречаться с отцом Роя Он как раз приехал в город Он рассказал мне об этом месте Сказал, что им нужен доктор Сказал, что мне предоставят все необходимое И что я смогу продолжить исследование Долго кинул взглядом зданий Конечно, мне предоставили не совсем те средства Но я выполнил свой долг Они обеспечили меня подопытными людьми А я предоставил им все, что нужно Это все херня У каждого есть своя грустная история А Анжела была белой Анжела? Девушка, из которой ты сделал гребаный стул Она превратила меня в эту бойцовскую хрень Ты такой же больной, как и все местные жители, если не хуже Признаюсь Да, сказал док Со временем я стал наслаждаться жестокостью Да и ты стал бы Любой бы стал Чувство власти Это затягивает Обязать ее болью Сам увидишь Ты уже сегодня убил человека И не говори, что не вошел в раж Я пытался выжить Сказал Робби Это всего лишь твое оправдание За их спинами раздались крики Дианы Док развернулся и надел пару резиновых перчаток Думаю, пора ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава 28 Хорхи рыскал между домами, пытаясь найти Мисти Он помнил Они говорили, что отправят ее к парню по имени Бак Но Хорхи понятия не имел, кто этот Бак и где живет Когда Хорхи миновал пятый дом, все это перестало иметь значение Там стоял длинный кол около пяти футов высотой На него насадили голову Мисти Ее рот и глаза были широко распахнуты Она смотрела пустым, безжизненным взглядом Хорхи упал перед колом на колени, продолжая смотреть на голову любимой Он даже боялся представить, через что она прошла Гильда показала ему более чем достаточно Этот Бак разорвал Мисти на куски У Хорхи все сжалось внутри Юношу захлестнула волна гнева Весь день он был жертвой, но уже успел убить двоих Настало время отплатить Баку Дом рядом с колом был небольшой Вместо двери стояла москитная сетка на рейках Хорхи открыл ее и вошел внутрь Сетчатая дверь скрипнула Юноша услышал храп в одной из комнат Хорхи стоял в большой комнате В углу лежало обезглавленное тело Без сомнений, это была Мисти Она лежала абсолютно голая Начиная с талии, у нее была содрана кожа Хорхи хотелось думать, что когда Мисти свежевали, она уже умерла Но он сильно в этом сомневался Слишком хорошо знал этот город Здесь ему пришлось пройти через невообразимые боль и страдания Хорхи подавил слезы и пошел на звук храпа с ножом в руке В маленькой комнате у задней стены дома Он увидел здоровенного мужика, спавшего на матрасе Рядом с ним лежала бутылка Джека Дэнилса Мужчина пах потом виски и дерьмом Хорхи подошел к нему, наклонился И одним взмахом перерезал горло Мужчина, которого, как предполагал Хорхи, звали Бак, проснулся и схватился за горло Кровь хлистала во все стороны Он постарался заговорить, но из разреза глотки раздавался только свист Хорхи отошел и смотрел, как дергается тело Бака Вскоре здоровяк затих Хорхи вышел из дома и снова пошел по дороге Он понятия не имел, сколько сейчас времени Но, судя по кромешной темноте, достаточно поздно Хорхи вышел на тихую городскую площадь и пошел по главной дороге Его сильно беспокоило то, что он до сих пор никого не увидел Он надеялся не наткнуться на этого безумного шерифа Вскоре Хорхи узнал, что находится уже в стоярдах от территории города Идти было еще немного И он уже чувствовал облегчение Кошмар наконец-то закончился Часть его думала о том, что случилось с Робби и Дианой Но он не знал, где их искать А если их постигла та же участь, что и Мисти То он просто зря потратил бы время В крайнем случае он может привезти помощь, когда выберется отсюда Хорхи продолжал идти по дороге Ему хотелось есть и пить Во рту стоял привкус песка и пыли Дорога все время петляла Повороты становились все круче Дорога шла вниз Она вращалась, подобно спирали Под конец Хорхи уже бежал, стараясь сохранить равновесие Он бежал все быстрее и быстрее Хорхи оглянулся назад и разразился громким смехом Городок уже исчез из виду Хорхи не успел оглянуться, не заметил впереди яму И его нога угодила прямо в нее У юноши хрустного лодыжкой он упал лицом вперед Хорхи закричал, ударившись лицом о гравий Он прополз на брюхе около двадцати футов, а затем остановился К его лицу прилипла грязь и мелкие камешки Он попытался сесть, но какое-то время Хорхи даже потерял сознание Его правая нога болела так сильно, что у Хорхи закружилась голова Когда он вытер лицо от песка и грязи, то увидел, что рука испачкана кровью Превозмогая боль, Хорхи встал на левую ногу и постарался идти дальше Он сильно хромал Через несколько шагов Хорхи споткнулся и снова упал лицом вниз Черт, сказал он самому себе, черт, черт, черт Шоссе отсюда не было ни видно, ни слышно Хорхи понимал идти еще очень и очень долго Он пополз, отчаянно отталкиваясь руками Ему казалось, что это никогда не кончится После всего, что произошло с ним за день Изнасилования, пыток, даже некрофилии И после всего этого умереть со сломанной лодыжкой посреди дикой природы Но Хорхи понимал, на помощь никто не придет Он уже чувствовал на себе последствия обезвоживания Ночной воздух был теплым и влажным Дневная жара просто убьет его Вдруг он услышал, как кто-то или что-то крадется сзади Хорхи медленно повернул голову К его радости это оказался не житель города, а всего лишь койот «Эй, собачка!» — сказал Хорхи, медленно отползая «Хороший песик» Койот подошел ближе, обнюхал жертву Хорхи был как лиса в западне Бежать было некуда Койот обнюхал его истерзанное лицо и руки Позади послышалось рычание Хорхи увидел, что к нему подходят еще несколько койотов Они медленно окружили его Юноша старался лежать тихо и неподвижно Стая медленно подбиралась к нему все ближе Хорхи закрыв глаза и молил Бога, чтобы они просто ушли Глава 29 «Ладно, будет больно, но выталкивай его, выталкивай так сильно, как только можешь!» — сказал Док, услышав крик Дианы Она глубоко вздохнула и начала тужиться Роби стоял рядом и держал ее за руку «Все получится!» — сказал он «Исправился!» Диана снова закричала, но продолжала тужиться Док склонился у ее раздвинутых ног «Я уже вижу головку! Диана, продолжай выталкивать его, у тебя почти получилось!» Ни она, ни Роби не имели представления о дыхательных или расслабляющих методиках А курсов по системе Ламази для рождения детей-мутантов Док не проводил Ссылка «Фердинанд Ламази, французский акушер, разработал особые дыхательные методы в природах, опробованные в США в 50-х годах» Диана вскрикнула и снова постаралась вытолкнуть дитя «О боже!» — закричала она «Больно, бля, пиздец, как больно!» «Знаю, но ты справишься, все скоро закончится» Диана снова закричала и сильно напряглась «Все хорошо, это мальчик!» Диана глубоко вздохнула и легла на спину Она старалась успокоить дыхание «Мальчик, вы будете на него смотреть?» — спросил Робби «Да, мне следовало сказать тебе» — начал Док Но Робби уже обошел стол, чтобы посмотреть на сына «Что за фигня?» — сказал он «Робби, я же говорил, у вас будет обычный ребенок Он не похож на вас, но это ваш сын!» «Вы нужны ему оба!» — сказал Док «Что?» — спросила Диана «Что там такое?» Робби взял ребенка на руки и посмотрел на него Мальчик был светловолосым, но слишком большим Лоб малыша был раздут, как у Робби Но самым странным оказался цвет кожи Полностью серый «Этот цвет потом поменяется!» «Почему он свет?» — спросил Робби «Не знаю, цвет кожи зависит от многих факторов, но мальчик выглядит здоровым» — сказал Док «Дайте мне взглянуть!» — сказал Диана «Я хочу увидеть своего ребенка!» Робби подошел к ней и показал малыша Диана заплакала, взглянув на сына в первый раз «Все в порядке?» — сказал Робби Мальчик посмотрел по сторонам Он не плакал «Он красивый!» — сказала Диана Она вытерла слезы и взяла ребенка из рук Робби Она прижала его к груди Мальчик посмотрел на маму и коснулся ручкой ее рта Робби заметил, насколько у него длинные пальцы Брови малыша срослись в одну А уши казались слишком маленькими на фоне головы «Вы уже придумали ему имя?» — спросил Док «Нет, ничего об этом не подумали!» — сказал Робби «Ну что ж, я могу предложить Этот мальчик уже невероятно силен и могуч А станет еще сильнее, когда вырастет В Ирландии, откуда происходят мои предки Ангус означает «великую силу» Думаю, это имя идеально подойдет вашему мальчику «Ангус?» — спросил Робби Он обратился к Диане «А ты что думаешь?» — «Мне нравится» — сказала она Отвернувшись от мальчика «Его зовут Ангус» «Диана!» — сказал Док «Как насчет того, чтобы Робби поддержал Ангуса? А ты бы пока восстановила силы» Робби крепко задумался Еще совсем недавно они просто возвращались домой Проведя целую неделю в Калифорнии А теперь он уже отец К его удивлению, появление ребенка Совсем не вызвало у него отвращения Хотя он и понимал, что ребенок выглядит Не лучше его самого Диана отдала ему Ангуса Док довольно потер руки «Хорошо, Диана Как насчет того, чтобы вернуться туда и поспать?» Спросил Док «Нет, никаких больше клеток Ты с нами много чего сотворил Она выполнила все Родила нашего сына Она будет спать тут Перед и найдешь ей кровать» «Хорошо, Робби, ты прав Она заслуживает большего» — сказал Док «Но это последний раз, когда ты что-то требуешь от меня» «Понял?» «Я был добр к вам обоим Но не забывай о местных порядках И о Чипе в твоем сердце» «Верно, Чипа — это кошельник» «Поем это?» Сказал Робби И потянул руку к кошельнику Он сорвал его с шеи одним резким рывком Робби бросил ошейник на пол Док смотрел, как завороженный «Робби, я знал, что ты силен, но не думал, что ты сможешь вот так просто сорвать его» Сказал Док Робби отдал Ангуса Диане Схватил со столика скальпель и начал разрезать себе живот прямо под грудной клеткой «Что ты делаешь?» — сказал Док «Это же тебя убьет» «Нет!» — сказал Робби Сделав разрез, он бросил окровавленный скальпель обратно на столик Робби тяжело дышал Он взял огромные щипцы и сунул их в проделанные отверстия Робби захрипел, водя щипцами у себя под грудиной «Робби, не надо! Что ты делаешь?» — крикнула Диана «Даверься мне!» — прохрипел он Наконец, Робби вытащил щипцы, а в них оказался маленький пластиковый чип Робби поднес его к лицу Дока «Господи Иисуси!» «Точно!» — сказал Робби Он бросил чип на пол и растоптал его на мелкие кусочки «Что ты теперь скажешь?» «Хорошо, хорошо, никаких клеток» «Нам нужно на время остановиться где-нибудь в одном из этих домиков, пока мы не выберемся из этого места» «Выбраться отсюда? О чем ты? Ты никуда не уйдешь!» — сказал Док «Слушай сюда! Ваш ебанутый шериф похитил нас и привез сюда! У нас есть дом без семьи! Нам есть куда вернуться!» «Здесь твой дом, Робби, и твоя семья! Вы втроем идеальная семья!» Робби посмотрел на Диану Она с трудом удерживала Ангуса «Что с ним такое?» — спросила она Малыш вывернулся из ее рук и начал сползать на край стола «Нет, Робби, поймай его!» — закричала Диана Но она зря боялась Ангус приземлился на ноги и встал на них За эти несколько минут он сильно вырос Диана, Робби и Док растерянно посмотрели друг на друга Ангус сделал несколько шагов и подошел к Робби Малыш поднял голову и улыбнулся «Папа!» Глава 30 Шериф Каттер проснулся и посмотрел в окно Он не знал, сколько сейчас времени Но на улице было все еще темно Почему-то Шериф всегда спал плохо Возможно, сказывалась работа Последние несколько лет он все меньше спал по ночам Но его это мало беспокоило Каттер не чувствовал себя уставшим Он решил отправиться патрулировать улицы Ему это всегда нравилось Шериф натянул ботинки, вышел из дома И направился к своей патрульной машине Его дом был одним из самых больших в городке ад штата Техас Еще одно преимущество, что дает работа Шерифа Он забрался в машину и поехал осматривать город Каттер решил проверить нелегалов, которых недавно привез Городок выглядел тихим Шериф проехал мимо дома Бака и увидел голову девушки, насаженную на кровь Добрый стыд на Бак Игрушки у него больше дня не сохраняются Парень не умеет сдерживать себя Он разрывает их на куски через несколько часов Каттер остановил машину Он любовался головой девушки Бак всегда так делал Так он подавал Каттеру сигнал, что ему нужна новая игрушка Шериф завел машину Но вдруг заметил, что входная дверь приоткрыта Каттер решил проверить старого друга Он посветил на дверь, затем вошел внутрь «Бак, с тобой все в порядке!» — крикнул Шериф Обезглавленное тело мексиканки лежало на полу в большой комнате Каттер пошел в другую комнату Он разглядел на полу большую лужу крови, что вытекало оттуда Шериф остановился в дверях и посветил фонариком Бак лежал на пропитанном кровью матрасе Его глаза безжизненно смотрели в потолок «Сукин сын!» — сказал Каттер Шериф выхватил ружье и выбежал на улицу Он решил проверить гильду через пять домов ниже по улице Там он увидел похожую картину Гильда лежала на кровати На шее у нее был ошейник с шокером Судя по всему, умерла она от электрошока Выродок истязал ее при помощи своего же ошейника Пока тело бедной женщины не поджарилось Какой больной ублюдок мог так мучить милую старушку? Неподалеку от тела гильды лежал труп ее раба, Бенза Его кровью был залит весь пол Шериф пристально осмотрел тело Рабу полностью отрезали хозяйство В нескольких футах от трупа лежали члены мошонка Бенза Выродок отрезал педику яйца А потом замучил до смерти старушку Каттер не скорбел о пидре-мексикашке А вот гильду он знал с детства Она была ему как бабушка Каттер накрыл тело старушки одеялом «Прости, гильда» — сказал он, сняв шляпу «Мне следовало быть внимательнее Ты всегда хорошо справлялась с этими животными Но, похоже, у них отросли яйца И они взбунтовались Но не волнуйся, я их поймаю Я с ними разберусь» Шериф надел шляпу и вышел во двор Палатки были пусты «Штоп меня» — пробормотал он себе под нос Остались еще трое или четверо рабов Они бегали где-то поблизости Каттер сел в машину И поехал, светя фонариком в прогалиной между домами «Нигде никого не было» Шериф свернул направо По этой дороге недавно пытались сбежать девчонки Через полмили он наткнулся на два тела, лежавших на обочине Каттер вышел из машины и внимательно осмотрел их Оба голые, латиноамериканцы Никаких, видимых ран на первый взгляд Затем он увидел, что их ступни сильно кровоточили Они бежали босиком и поранили ноги У них сильно потрескались губы и ротовые полости Каттер решил, что они погибли от обезвоживания и переутомления Гильда не слишком старалась кормить и поить рабов Ей нравилось сделать их слабыми Так что попытка сбежать лишь усилила нагрузку на их истощенные тела Шериф залез в машину и проехал еще немного Но никого больше не нашел Каттер развернулся и поехал в обратном направлении Он проехал еще чуть-чуть, как вдруг наткнулся на стаю койотов, собравшихся у дороги Каттер остановил машину Койоты повернули головы в его сторону Шериф высунул в окно винтовку и выстрелил в воздух Койоты разбежались Каттер вышел из машины и увидел, что они ели В нескольких футах от машины лежала наполовину съеденная человеческая нога Неподалеку от нее валялся разорванный торс Большую часть органов съели Только кишки растянулись на несколько футов Голова лежала в стороне почти нетронутая Каттер узнал одного из тех мексиканцев, кого он привез ранее Шериф оглянулся Девочка пропала Никаких ее признаков Если она сбежала, то, наверное, уже мертва А если нет, то скоро умрет Каттер вернулся в машину и повел ее в обратном направлении Следующая остановка у Дока Если там все в порядке, он снова отправится на шоссе Посмотреть, нет ли там кого Здесь, в аду штата Техас Закон всегда на чеку Глава тридцать первая Сказал Роди Ангус стоял на ногах Он был гораздо выше, чем несколько минут назад Я же тебе говорю, что ускорил его развитие Сказал Док То есть он быстрее вырастет, а быстрее умрет Нет Ускорение развития будет действовать только до полного взросления Затем оно сойдет на нет Ответил Док Ангус повсюду ходил Он осматривал предметы Брал их в руки Робби шел за ним следом Мальчик подошел к клетке и схватился за прутья Малыш окинул взглядом комнату Затем прошел вдоль стены Глядя на живое творчество Дока Следуя за Ангусом Робби смотрел в глаза каждой жертве Он не мог помочь несчастным Но чувствовал боль каждого из них При всем желании Док не смог бы снова восстановить их Робби решил, что заставит Дока оборвать жизни несчастных Папа? Спросил Ангус Ты ведь мой папа? Мальчик смотрел на него Сказал Робби Вдруг центральная дверь распахнулась И в комнату ворвался шериф Док, где нелегалы? Здесь все в порядке? Спросил катер и достал винтовку Они здесь? Все в порядке, шериф Что это значит? Спросил Док Остальные сбежали или вроде пытались Сбежали? Спросил Робби Им это удалось Они в порядке Не говори со мной таким тоном Ты уродец Вопрос был адресован людям, а не спиком Робби пошел прямо на катера Тот навел на него ствол А ну назад Сейчас же Док Ты можешь активизировать шокер или чип у него в сердце Сказал шериф Не могу, шериф Робби Пожалуйста, не трогай шерифа Сказал Док Что значит не можешь? Нажми эту чертову кнопку Робби подходил все ближе пристально, смотря на катера Он много раз представлял себе эту сцену С той самой секунды, как приехал в ад Как только Робби понял, что катер не настоящий полицейский Ему захотелось разорвать его пополам Все его друзья погибли Его превратили в монстра Сделали отцом ребенка-мутанта И все благодаря этому козлу Робби решил отплатить ему тем же Предупреждаю, я буду стрелять Катер навел ствол на голову Робби Тот сделал еще один шаг И шериф спустил курок Выстрел прозвучал глухим эхом Ангус подбежал к Диане Она лежала на столе и кричала Выстрел не причинил вреда Робби Он поднял руку И пуля отскочила от экзоскелета Что за черт? Сказал катер Док, что ты с ним сделал? Шериф еще раз выстрелил в Робби Затем еще С каждым выстрелом Робби шагал вперед Выставив перед собой руки в форме буквы Х После нескольких выстрелов Винтовка шерифа щелкнула Магазин опустил Катер бросил винтовку на пол И посмотрел на Робби У шерифа глаза расширились от ужаса Монстр приближался к нему Робби ухмылялся Мерзкий, спятивший, так называемый шериф Убил и замучил бесчетное количество людей А теперь, теперь он в его власти И ничего не сможет сделать Робби протянул руку И схватил катера за горло Эй, осторожнее! Закричал шериф Я полицейский Ты не сможешь убить представителя закона Ты такой же полицейский Как я человек Сказал Робби Другой рукой он сорвал Значок с груди шерифа Робби бросил катера на землю Шериф встал на четвереньки И посмотрел на своего мучителя Робби сильно пнул его Ногой под ребра Шериф аж подскочил от удара Катер захрипел Робби снова ударил Робби, прекрати, пожалуйста! Закричал док Заткнись, док! Рявкнул Робби Или станет следующим? Ярость наполняла Робби Он никогда еще не испытывал Такого выброса адреналина, как сейчас Он пребывал в эйфории Упиваясь собственным гневом Робби схватил катера за волосы И ударил лицом о стену Затем, выждав момент, он снова ударил шерифа И снова, и снова! Робби взглянул на катера Лицо шерифа превратилось в распухшее кровавое месиво Я убью тебя, парень! Прошипел катер и выплюнул зубы вместе с кровью Робби повалил его на землю И опустил колено прямо шерифу на голову Раздался глухой удар экзоскелета от череп катера Робби повторил это несколько раз, пока голова шерифа не раскололась А мозги и кровь не потекли на пол Робби встал И посмотрел на Дока и Диану Оба начали пятиться Когда он подошел к ним Робби? Сказала Диана Что ты делаешь? Освобождай! Раз! Глава тридцать вторая Ну и что ты собираешься сделать, Робби? Спросил Дока Судя по всему, уехать обратно в Сан-Антонио Но тебя нельзя вернуть в прежнее состояние По крайней мере, без причинения сильного вреда Пластик с твоего черепа вообще не убрать Ты собираешься вернуться в Техасский университет в таком виде? Я, конечно, знаю, что в Остине полно странных людей, но не настолько Представить не могу, что тебе посоветовать Сказал Док, пятясь назад Робби, дорогой, а что насчет Ангуса? Мы возьмем его с собой? Спросила Диана Она сидела на столе, завернувшись в одеяло Малыш забрался ей на колени и смотрел на них Скрипя сердце, Робби вынужден был признать, что оба они правы В теперешнем состоянии он даже в машину не поместится А если вернется, то семья его не узнает Робби даже не мог представить, что они сделают, если увидят его Скрипя, сказал он И что же мы будем делать? Спросила Диана У меня есть пиздец Сказал Робби На столе лежало много ошейников Робби взял один из них Потом он подобрал пластмассовое устройство и подошел к Доку О, нет, сказал Док Что ты собираешься сделать? А на что это похоже? Я собираюсь надеть это на тебя Ты этого не сделаешь Я не стану это носить Ты будешь это носить И лечить Ангуса и Диану И меня тоже, если понадобится Сказал Робби Буду, обязательно буду Но этого не нужно Воспринимай это как мою подстраховку Хорошо Но в этом нет необходимости Сказал Док Так ты сам наденешь ошейник Или я оторву тебе голову Не веришь? Иди спаси шерифа Док посмотрел на тело Каттера Из расплющенной головы до сих пор вытекала тонкая струйка Рядом валялись кашеобразные мозги шерифа Док снова посмотрел на Робби Тот стоял с ошейником в руках Док сам взял ошейник и надел его Робби прикрепил пластиковое устройство Пассатижи ему не понадобились Он справился сам Хорошо, сказал Док Я у тебя на крючке Что теперь? Теперь мы соберем городское собрание Это ты сам сделаешь Пусть придут все жители города Городское собрание? Зачем? Здесь много чего поменяется Док выполнил все, что ему сказали За время его отсутствия Робби заметил, что Ангус вырос до размеров подростка Робби старался понять, что же сделать с ребенком, ведь ему еще одежда понадобится Через час вернулся и Док Они все там, сказал он Как ты и сказал Робби направился к парадной двери Кое-как протянулся в проем и вышел наружу Посмотреть на жителей Ада, штат Техас Они выстроились вдоль улицы Некоторые из вас знают, кто я Начал Робби Меня привезли вчера А потом изуродовали Моих друзей и девушку избили Изнасиловали и убили Но теперь кое-что поменялось Шериф Каттер мертв Он выдержал многозначительную паузу Толпа остолбенела Послышались вздохи Даже мужчины явно пребывали в смятении Верно Сказал Робби Я убил его Разморжил его хренову голову Если вы приглядитесь к Доку Доку увидите, что у него на шее одна из ваших игрушек Кошейник Шокер Теперь я контролирую его Как и у вас всех В толпе послышался ропот Фигня, сказал один мужчина Я прострелю тебе башку за убийство Каттера А потом уйду Клоун из цирка уродов будет указывать мне, что делать Робби пошел сквозь толпу прямо к обидчику Это оказался мужчина средних лет На несколько дюймов ниже Робби Одетый в ковбойскую шляпу И рабочий комбинезон Робби подошел ближе Мужчина выхватил винтовку Но Робби резко сократил дистанцию И выбил оружие из его рук Мужчина остолбенел Робби размахнулся и обрушил на его голову локоть, защищенный экзоскелетом Голова мужчины раскололась, и он повалился на землю Робби поднял его за комбинезон и показал толпе Кто еще не согласен с тем, что я сказал? Спросил он и огляделся Люди побледнели Некоторые покачали головами Какая ирония Вы основали это место, потому что ненавидели мексиканцев Но теперь мексиканец у вас главный Смиритесь К любому, кто постарается уехать без моего разрешения Или выступить против меня и моей семьи Я обеспечу не столь быструю смерть Я просто позволю доку поработать над вами Я все сказал Толпа рассеялась Робби подошел к доку Отлично, док Нам с Дианой нужен дом Какой тут самый удобный? Ну что ж, наверное, мой Он самый большой, ответил док Хорошо Берем его Что? Мы забираем твой дом Пакуй свою дерьму и проваливай сегодня же Сказал Робби Что? И куда мне идти? Это его дом шерифа Ему он уже не понадобится Это неправильно отбирать у человека дом, Роберт И перестань называть меня Робертом Ты не тот человек, кто может получать меня, что правильно, а что нет Сказал Робби И мне еще кое-что нужно сделать Что именно? Все безумство в твоем доме Те люди, которые все еще дышат А Анжела, которую ты превратил в стул Мы с тобой пойдем туда И ты положишь конец их жалкому существованию Сказал Робби Хочешь, чтобы я убил их? Спросил док Не пытайся свалить вину на меня, док Ты ведь не можешь вернуть им прежний облик, да? Думаю, у тебя найдутся лекарства Поведешь им смертельную дозу И они сразу же уснут Никто не должен так жить То, что я оставил тебя в живых Не означает, что ты не являешься больным выводком И если ты вздумаешь сделать что-нибудь со мной Я убью тебя самым страшным способом Какой только смогу придумать Понял? Верю, Роберт То есть Робби Думаю, надо оставить этих людей Покоиться с миром Хорошо А теперь поведи нас в новый дух Нам с дьяной Нужно отдыхать Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава 33 Робби сел на пол А Диана легла на кровать Он приказал Доку раздобыть немного одежды для Дианы и Ангуса Не самые модные шмотки Но это лучше, чем ходить голыми Диана была голой с тех пор, как попала сюда Теперь все закончилось Робби отнюдь не радовала перспектива Оставаться в аду на всю жизнь Но они выжили все хорошее из сложившейся ситуации В следующие несколько недель Робби, Диана и Ангус Привыкали к семейной жизни в городке Ад, штат Техас Док оказался прав Ангус вырос за неделю или того меньше Он был выше Робби Такой же большой, но только без экзоскелета Ни один житель города не посмел бы причинить им вред Ангус стал сильным и быстрым Он хорошо ладил с родителями Не терпел ни грубости, ни неуважения к ним Единственной проблемой Ангуса был его характер Док сказал, что это из-за гормонов, с которыми помогли ему родители Когда Ангус сердился, кто-нибудь мог и умереть К счастью, после одного-двух несчастных случаев Люди научились держаться от него подальше Раз в месяц Ангус ездил с Дианой в город пополнить припасы Он обычно сидел в кузове грузовика Сын обеспечивал ей безопасность Но никогда не ввязывался в неприятности Робби часто думал о прошлом О временах Техасского университета Старых друзьях, хорхе и мисти Теперь все это казалось сладким сном Иногда он даже сомневался, была ли у него жизнь до приезда в этот город Конечно, Робби понимал, что была Но теперь она казалась такой далекой Док сказал, что проблемы с долгосрочной памятью Могли вызвать преобразование Но потом это пройдет Док усыпил всех несчастных, которых подвесил или превратил в мебель Выбора у него не было Робби был рад, что наконец воцарился мир и покой Но никак не мог забыть Анджелу Ее крики Док, вскрывающий тело несчастных И изнасилование Затем разрезание на куски И под конец превращение в стул Робби хорошо помнил ужас в ее выкатившихся глазах Когда она впервые посмотрела на него Это ужасно жить так, пусть даже недолго Стук в дверь прервал его размышления Робби увидел на пороге одного из местных Он не знал имени этого человека Да и не хотел знать Мистер Робби Сказал незнакомец Простите за беспокойство, сэр Есть проблема К городу приближается группа путешественников Я знаю, правила изменились Док велел мне найти вас Узнать, что вы хотите Они придут прямо в город Если будут следовать тем же маршрутам Хорошо Пойду взгляну Сколько их? Я думаю, человек пять или шесть Ответил мужчина Ладно Я о них позабочусь Сказал Робби Да, сэр Мужчина развернулся и ушел Робби посмотрел ему вслед Ему хотелось сохранить город в тайне от остального мира Робби не хотел убивать невинных людей Бескрайней на то необходимости Может быть, он сможет их просто напугать? Так что им никто не поверит, если они расскажут об этом в большом городе На лице Робби появилась улыбка Не можешь править в раю? Правь в аду Конец книги Текст читал Владимир Князев Авторский перевод Евгения Аликина Аудиоверсия повести Выполнена специально для паблика экстремального хоррора Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова